Тебя жизнь разделилась на до и после маски. Слав Макаров принимает запрещенные вещества. У нас срочная замена ведущего. Объявление на вида трезвого ведущего. Не думали, что буду обсуждать засос Дорохова? Да, ну... Безусловно, это провокация. Филипп Бедросович. Про эту тему нельзя шутить. Страшная история об Александре Маслякове. Я думал, батюшки, здравствуй, иди сюда. Обида на полгода. Дорохов. Камазяки тебя не любят, они терпеть не могут. Ребята при этом сняли пародию на шоу «Маска». Ты не написал Азамату? Мне кажется, в этой ситуации не я должен был написать. Ты свою личную жизнь держишь в секрете. Девушки все-таки вносят некую дезорганизацию. Интересно. А мы колхозники, мы прямо из провинции. Ну, я точно. У тебя умер папа, да? Жизнь на тот момент остановилась. Это единственный момент, который бы я, правда, очень хотел бы исправить. Друзья, мы приехали в главкино, и прямо вот здесь снимают проект «Аватар». И тут сейчас, возможно, кто-то из звезд. Поехали. Слав, твоя гримерка. Почему здесь нет твоего имени? Объясни мне, пожалуйста. А, слушай, потому что гримерки всегда меняются, вот у меня нет какого-то завышенного эго, поэтому мне сказали, номер привели, я сюда зашел, все хорошо. Да, там в райдере не прописано, что на моей гримерке обязательно должно стоять мое имя. Нет. Кстати, у меня нет такого пункта, я как-то по этому поводу даже никогда не заморачивался. А какие у тебя вообще пункты в райдере? В райдере, ну, чисто бытовые, там, поесть, попить, перекусить. Вот здесь вот, что мы здесь видим? Давай, Слав, рассказывай. Все максимально стандартно, ничего необычного, вот это вообще не моя история, здесь просто всем приносят эти печеньки, но я это не ем. Это он так говорит, я ем вот эти печеньки, вот они очень вкусные. Очень вкусные и со шоколадом, я смотрю, да? Да, ну все, там первое, второе, горячее, салатик, салатик, зелень, зелень, авокадо. Здесь авокадо, зелень, все стандартно, лосось, нормально. Хорошо, давай расскажем нашим зрителям про проект «Аватар». Мы сегодня здесь, на главкино, сегодня здесь снимается один из выпусков, один. Четвертый. Да, потому что вы снимаете не пулом, так это другие программы. Нет, мы снимаем, грубо говоря, там, среда-четверг и, соответственно, в субботу эфир. То есть получается, как онлайн. Сняли эфир, сняли эфир, то есть не сразу все отсняли. Благодаря суперсовременным технологиям появятся уникальные аватары, хозяевами которых стали звезды шоу-бизнеса. Кто они? Это главная тайна. Каждый из них, увешанный датчиками, будет управлять своим аватаром из специальной секретной комнаты. Чем аватар отличается от маски? Ну, во-первых, это новая технология, и это очень непривычно, потому что мозг, конечно же, не сразу принимает всю эту историю, так как, по крайней мере, я как ведущий привык перед собой видеть реального человека, пусть и в маске, но я от него чувствую энергию, я могу его потрогать, тактильно как-то ощутить. А здесь как бы воздух. Но в целом, мне даже иногда страшно становится, к чему мы идем, к этому цифровому будущему, что неужели людей будут заменять все эти проекции. Но это очень интересно наблюдать, что в специальной комнате стоит человек, на котором датчики, с которого все движения, мимика снимается. И он управляет вот этим виртуальным аватаром, и он выглядит довольно-таки реалистично. И все это происходит в режиме реального времени. То есть там нет никакой дорисовки, прорисовки, постпродакшен. Вот насколько технологии прямо сейчас позволяют в реальном времени изображать аватара человека реального, вот так, собственно, это транслируется в программе «Аватар». Ну, то есть здесь тоже та же ситуация, что никто не знает при этом, кто аватар? Нет, нет. Ну, здесь даже главная интрига. Вообще в жизни самая главная интрига. В любой истории даже. Помните, когда, если вернуться на очень большое количество лет назад, был такой проект, он и сейчас есть, но тогда он стартовал, как мультяшная, «Глюкоза». И все думали, боже, кто эта мультяшка? Что же за реальный человек там прячется? Я буду вместо, вместо, вместо нее, твоя невеста, честная, честная ее. Может быть, это же Анагузару, может, это другое. И вот спустя столько лет, по сути, это вот сейчас только воплотилось в реальную жизнь. Мы можем наблюдать это в реальном времени. И главное интрига, а кто за этой мультяшкой? Кто ей управляет? Слушай, а звезды сами выбирают аватары своего? Безусловно, с ними обсуждается этот вопрос, потому что очень часто бывает, берут того, кто им именно ближе по нутру. То есть, допустим, если человеку предлагают костюм. Опять же, я сейчас говорю именно про шоу-маска. Костюм волка, а человек вообще никак себя с этим не ассоциирует, не связан, то, конечно, никто не будет в разрез идти с его психологическим восприятием себя. Никто не будет идти в разрез, все будет абсолютно гармонично. Поэтому я вот сколько общался с участниками после того, как они снимают маски, они говорили, что они действительно срастаются с этим героем, они его внутренне ощущают и понимают, как его подавать. Мне кажется, что в этом проекте сложнее выступать, потому что когда ты выступаешь просто вот в какой-то коробке, и ты не чувствуешь вот эту энергию, и не видишь зал, мне кажется, это намного сложнее, чем когда ты выступаешь перед кем-то, видишь хотя бы, ну, как на тебя реагируют. Ну, безусловно, для артиста это определенный, скажем так, профессиональный новый этап, но мы все же прошли эту историю, когда была пандемия, мы точно так же вели концерты, прямые эфиры, общаясь только с камерой. Мы же не знали, что зритель чувствует по ту сторону, мы не знали, он смеется с моей шутки или нет. Ему интересно или неинтересно о том, что я здесь участвую эфиры, что-то вещаю, рассказываю непонятно, да? Такая же история здесь, я думаю, что артисты привыкают к новой немножко цифровой реальности, и они, я думаю, что научатся так или иначе, рано или поздно, чувствовать вообще зрителей, куда направлять даже через эту виртуальную штуку. А жюри, которое сейчас как раз на Аватаре, как тебе выбор жюри? Твой любимый Сергей Лазарев, с которым у вас тоже сложились хорошие отношения. Уже теплое отношение после моего мема на его песню. Сереж, знакомство со Славой у тебя произошло с пародией твоей песни, правильно? Да, это сволочь меня спародировала. И ты потом на «А ну-ка все вместе» об этом ему сказал. Ну вот мы и встретились. Во-первых, это было очень дико смешно, я сам это выставил у себя. А что он слушает про меня? Здравствуйте. А что ты прислаживаешься? Нет, пусть слушает, пусть извиняется. Нет, зачем извиняться? Я очень рад, что... Так кто он такой, чтобы мы извиняли друг другу? Слушайте, я не хочу, чтобы он слушает. Я хочу про него какие-то хорошие вещи говорить, а он зазнает еще. Иди, конечно. Ладно, хорошо. Вы мне моих видите, когда войти? У меня есть информация для Сергея, важная очень. Он хочет просто спеть с тобой вместе сейчас. А, все, я понимаю. Так вот, началось мое знакомство со Славой из пародии. Он сделал озвучку на мое выступление. На песне «В самое сердце». Очень смешно, дико смешно. Я сам это выложил в Инстаграм. Но это потом, как вирус начал расходиться, с подписи. Все начали трепостить, типа, настоящий голос Сергея Лазарева без фонограммы. И меня так оскорбило. Я думаю, блин, я там 20 лет пою живьем. Я продвигал этот живой звук везде, на всех съемках. Я всегда работаю живьем. И вдруг, значит, это все прям, и все, ха-ха-ха, так вот, как поедет Лазарев, вот, мы узнали без фонограммы. И меня, блин, обидело, оскорбило. И я там что-то, по-моему, я даже что-то написал. Говорю, ты хотя бы подпиши, что это там какой-то, что это озвучка, жем люди там. И вдруг он приходит, ну, а ну-ка все вместе в качестве участника. Я думаю, батюшки, здравствуй, иди сюда. Да, иди сюда. Я сейчас, значит, тебе... Не, ну, надо отдать должное, что спел он классно. Я его поддержал и поднялся. Мы посмеялись над общей шуткой. То есть никаких злой обиды не было. Ну, а потом Слава, во-первых, стал уже и ведущим. И я вообще, собственно, по КВН знаю. Вот, понимал, что он КВНщик, и все это шутки ради. Но сейчас уже это ведущий, уже певец известный. Так что сейчас мы... Вместе работайте. Работаем, да. И теперь, конечно, очень тесно и близко общаемся. Дуэт пока писать, записывать не собираетесь. Ну, пока нет. Ну, знаешь ли, бывает всякое. А может, ты хочешь все-таки в дуэте? Давай спеть. Давайте, спойте. Ну, мы шокались. Ну, все, ты нормальный чувак, короче. Мы поняли, да. Да, ну, надо на камеру тебя хвалить. За камеру я тебя буду... Фух, душливый человек. Ну, ты вообще слушаешь творчество, Сергей? Я тебе больше скажу, я больше знаю творчество Сергея Лазарева, чем он свое собственное творчество. Он тут недавно просто ошарашил. Говорит, что мы обсуждали во время шоу. артиста который пел высоким голосом да и мы таки обсудили я говорю что вообще я мастер в этом деле когда-то твой альбом там типа 2000 могу песни тиви о рейдеткой опа я рад что слова как-то начал выпускать песни и вот сейчас у тебя новые песни вышла там где у тебя сзади природа природы я рад за тебя и когда альбом как только выйдет сразу скачали ужин для всей семьи должен быть во-первых полезным во-вторых конечно же вкусным ну и в третьих разнообразным и со всеми этими пунктами я легко справляюсь благодаря продукции индилайт например котлеты из индейки индилайт у меня всегда сразу нескольких видов панировки шарики и фрикадельки нежное сочное мясо индейки на любой вкус сегодня хочется приготовить что-нибудь на гриле так что я выбираю вот эти у меня не получается готовить часто но когда я все-таки берусь за дело процесс должен быть простым и быстрым а результат вкусным котлеты нужно обжарить со всех сторон подержать на гриле не больше десяти минут и готово осталось добавить гарнир и звать семью к столу а еще когда такой большой выбор можно чаще пробовать что-то новое и баловать своих близких разнообразной вкусной едой мне кажется это настоящее счастье выбирайте счастье выбирайте индилайт мне очень нравится члены жюри потому что они контрастные они вообще из разных сфер они абсолютно никогда я так понимаю в жизни мне кажется даже не пересекались глобально и каждый занимает свою нишу и мне с ними очень легко общаться по крайней мере мы сейчас осняли несколько выпусков и мне настолько нравится атмосфера царящая в нашем шоу мы друг друга подкалываем у нас какие-то шутки по очень многие которые не входят в эфир да и самое классное что они все самоиронии потому что я знаю огромное количество артистов которые на серьезных щах относятся к своей профессии потому что они делают вообще к своей личности не дай бог про это скажет про прическу скажешь там право лишний вес скажешь все там обида на полгода человек тебя просто ненавидит не общается здесь же все настолько легкие на общение и на какие-то подколы и шутки поэтому мне кажется здесь одна из самых главных плюсов нашего шоу это атмосфера которую мы создали благодаря следуем жюри можно ли сказать о том что у тебя жизнь разделилась на до и после маски да конечно безусловно маска стал очень большим трамплином моей жизни за что я благодарен юрию сумачева и тимур ванштейн за то что дали такую возможность когда-то поверили в меня вот кстати расскажи эту историю потому что я-то ее слышала и я знаю как ты попала на маску но для многих было большим сюрпризом и открытием и когда ты пришел и стал вести такой рейтинговый проект и если смотреть цифры то это вообще за последние годы десятилетия да этот проект просто перекрыл вообще все что было до него и вот тебе доверили его вести как это получилось все довольно таки необычно сложилось я участвовал в проекте white media ну-ка все вместе где вот эта стена из 100 человек я выступал там в качестве вокалиста конкурсант хотя мне предлагали изначально принять участие в роли эксперта наставника который бы сесть и не гурнение не ягод я не хочу я говорю мне пока так мало лет я успею пожурить пооценивать людей я говорю я хочу заниматься творчеством этот момент у меня был такой период я ушел в никуда после там всех проектов своих юмористических и квн однажды в россии я такой я хочу участвовать я говоришься можно частью давайте участника пойду хотя мне говорили вот зачем у тебя такой бэкграунд такой серьезный человек уже со сложившиеся скажем так некой карьеры на этого его да господи ребят я к этому очень просто отношусь я всегда готов обнуляться в хорошем смысле этого слова все я пошел участником видимо ярко себя как-то проявил потому что помимо пения там еще было пение вот какое из школы пришло где-то пятерка по пению там нужно было общаться с членами жюри и разговаривать о себе и потом я очень активно вел свои соцсети я вел мероприятия очень много там конкурсы какие-то все это транслировал свои социальные сети и возможно меня заметили продюсеры этого проекта и их пригласили соцсети играет важную роль безусловно действительно за каждым человеком можно следить в соцсетях если он показывает какой-то интересный контент и в итоге меня потом пригласили на кастинг записать пробы на камеру я приехала читал текст в разных интонациях что-то с импровизировал уехал и забыл про это абсолютно и через три месяца мне поступил звонок пригласили в офис вайт меди июля самачева предложила вести этот проект попробовать не боишься ли ты ты же на телевидении когда не вёл я го слушать я говорю мне кажется все что вызывает у нас страх это дает нам большое развитие к дальнейшему твоему как личности поэтому я готов друзья еще максим горький писал что доказывать человеку необходимость знания это все равно что убеждать его в полезности зрения и я полностью солидарно с этой формулировкой и действительно считаю что знание это сила поэтому сегодня расскажу вам о новом уникальном проекте который поможет окунуться в удивительный мир интеллектуальных соревнований и настоящих научных баттлов и так давайте познакомимся с проектом ученый говорит организованным российским обществом знания он включает в себя различные форматы мероприятий для школьников студентов и молодых ученых направленные на исследовательскую деятельность а это научно-популярные лекции батлы экскурсии и фестивали в проекте есть оригинальный формат батлов в рамках которых молодые ученые в интеллектуальном поединке поборются за звание лучшего одно из основных условий остроумно и просто осветить сложные научные вопросы каждый абсолютно бесплатно может стать свидетелем этого нового увлекательного формата и именно вы зрители путем аплодисментов будете решать кто из спикеров выбывает после каждого раунда а кто проходит дальше и таким образом формировать программу мероприятия проекта ученый говорит проходят в оффлайн формате и охватывают все города нашей страны полный список городов вы можете найти на официальном сайте ссылка будет под видео помимо батлов в рамках проекта пройдут научные лекции форумы экскурсии и фестивали ищите свой город регистрируйтесь и помните что учение это свет когда вы только начали снимать проект делали ли вы ему какие-то замечания наставления направляли его как-то правильно ну честно сказать мне кажется славы есть чутье так как мы называем славу за глаза но он знает когда я на славу смотрела я понимала есть психотипы разные ведущих и на самом деле когда вот со славой разговаривала я думаю это вот типично сын маминой подруги поятие как бы да там что обязательно всем мамочки хотят свою дочь выдать за такого как славу поэтому это на самом деле такое как бы классное мне кажется описание и когда мы обсуждали какие-то вещи что такое гранд-шоу да там то есть потом постепенно да там везде есть своя специфика в маске достаточно сложно вести там все ведут там на самом деле славе нужно быть таким модератором чтобы всех перекричать очень тонко психологически настраивал на всю эту историю как не бойся все нормально они такие же люди с ним нужно общаться вставлять свои слова как все будет хорошо и помедленнее говори потому что непонятно что-то произносит в какой-то момент так что пусть тише теперь нужно погромче в два раза громче два размере и кричи сильнее в микрофон просто на просто филипп что-то это слава параллельно подводку просто идет кто громче сам самое сложное это когда новогодняя маска когда за столом сидят там 20 человек и они вступают диалог все это невозможно просто как-то забрать бразды правления это самое сложное конечно все понимают что нужно как бы перекричать чтобы быть еще в кадре побольше времени просто все единовременно начинают кричать и в ухо просто славы такой разрез справляется видите все равно несмотря на все хулиганит сын маминой подруги иногда хоть да нет ни разу не опоздал на съемку пьяный не пришел ничего не анны это был самый забавный выпуск что невозможно просто в такой концентрации до в которой слава находится него невозможно быть пьяным честно говоря потому что столько всего происходит и столько нужно всего держать в голове как бы да там то есть нужно постоянно быть в этой концентрации поэтому это большая нагрузка на мозг поэтому тут особо если честно и ответственность такой команды можно вот так три слова не сказать так что и все и сразу автоматически как бы да там продюсер на том конце придумывает следующий ход у нас срочная замена ведущего на сцену выходит филипп киркоров и сам ведет шуму я и конечно извиняюсь просто где-то объявление на виду трезвый ведущий номер телефона поиск разыскивается трезвый ведущий ну слушайте такая большая команда но невозможно это подвести и конечно ты испытываешь очень большую ответственность за то что ты делаешь ну и безусловно когда приезжаешь на съемки самое главное выспаться я еще читала у алсу ее инстаграме запрещено сети хочу отметить она писала о том что и пишут комментарии постоянно что нее голос был под маской пчелы и что вообще как бы она не умеет так петь и и все ее обвиняли в том что это какая-то подстава но она же записала видео где она своим голосом на камеру без обработки без эффектов там никакого левого человека спел эту песню своим голосом который на собственно гав пел и опять же повторюсь у каждого артиста есть свое амплуа до каждый когда-то находит свою манеру которую мы подсказывают либо продюсеры либо ради щеки что вот такой манеры классно тебе было бы исполнять этот репертуар и дальше ты находишься в этом амплуа и ты за него выйти как бы ну не всегда можешь да а если исполняешь какие-то другие произведения ты раскрываешься с новой стороны соответственно у алсу у людей было абсолютно несоответствие как бы человек который всегда пел очень мягко лирично с обтоновой манерой вдруг показывает вот такие голосовые данные и спрашивают почему она это не делает в своем собственном творчестве ну потому что у нее же сложился образ артиста если она сейчас резко уйдет другую скажем так манеру это будет ну немножко странно восприниматься даже я не ожидал что у меня в шоу маска когда я приду вести тоже сложится свое амплуа я в жизни не мог подумать что меня могут воспринимать как который такой молодец он хорош интеллигентный воспитание я правда интеллигентно воспитанный но что у меня такой образ у меня в голове этого не было потому что внутри себя наверное все-таки больше какой-то такой хулиганистый товарищ я люблю очень много скажем так запрещенного в плане чего там ну то есть странно себя как-то вести и абсолютно иногда не контролирую свои эмоции свое поведение а здесь я очень если посмотреть ваш бэнд камазяки где вы значит вместе с дороха с третьим ренатом который к которым вы вместе танцевали и пели мы конечно безбашенные мы безбашенные мы оторвы и я внутри себя наверное больше такого человека здесь как бы проект меня потому что в нем так оказался и влился в этот образ и для меня это было необычно и поэтому если я где-то там я даже просто появляюсь не в пиджаке и в бабочке мне говорят ну тебя прям вообще не узнать я думаю или я в пиджаке и бабочки сплю я просто никогда это не снимаю ну то есть вот такие коллаборации то есть в рамках проекта у меня вот такой образ если я попаду в какое-то другое шоу да я возможно совершенно другой стороны раскроюсь это класс окка представляет елена лядова воши куценко антон филипенко александр робот макар хлебников агриппина стеклова что делать женщине если у нее два львовника выбрать нужно одного смотрите только в онлайн кинотеатре ока я смотрю у тебя тут еще твои вещи да да конечно тот самый костюм конечно я потрогаю чуть я тебе приношу удачу чуть-чуть филиппа киркорова и николай баскова все блестяще я называю это стандартный набор жениха подтяжки что кушать получается у тебя каждую программу разные а где кратистический костюм прекрасный костюмер настя помогает мне с этим делом есть профессионально обычные люди которые делают это очень хорошо но в твоем гардеробе много костюмов да да на самом деле поскольку я знаешь когда захочешь квартиру если ты девушка увидел то много пиджаков в вализа квартира это ведущий это про меня очень много костюмов и разных пиджаков на все случаи жизни и кстати тоже пробовал себя в костюме аватара да ты тоже снимался в этом ну как это вообще сложно слушай необычно потому что ты попадаешь какой-то компьютерную игру где-то видишь перед собой кран ты делаешь движение аватар за тобой все повторяет там мимику какую-то улыбку ты как это знаешь шестилетий ребенок казалось в этой лоб тридцатилетий а тебе так все это интересно там много сделать руку все это за тобой дублирует но это ощущение необычное думаю неужели мы придем к тому что когда-то наши цифровые копии будут выступать на концертах а мы где-то будем в темной комнате изображать мне кажется момент это наступит честно говоря да но все равно мне кажется вот это ощущение зрителя как бы исполнитель этого не отменишь энергия мне кажется что это не отменишь чувствуется да мы такие пенсионеры просто разговаривали олды конкретно концерт с ладошками у вас здесь тоже есть вот эти вот контракты соглашения не разглашение конечно принципе главная фишка этого проекта это интрига это тайна которые должны все разгадывать угадывать и соответственно если кто-то будет они распространяться это будет уже не так интересно вот но я скажу я скажу честно я никакие контракты что касается конфиденциальности не подписывал потому что мне информацию не дают кто скрывается за аватарами какие артисты здесь принимает честь поэтому мне информация не пройти по коридору я слушаю зачем я я же не желтая газета который я сейчас все узнаю зайду в дверь что он делает и сделать сенсационную новость нет я наоборот пытаюсь охранять скажем так всю эту историю чтобы артисты были неизвестны до тех пор пока они откроют их аватар вот но естественно контракт про то что я не имею права рассказывать то что происходит на съемках до выхода в эфир то конечно да это договор я подписываю штраф большой до несколько миллионов я слышал около трех миллионов что штраф чуть-чуть поменьше чуть-чуть да ну короче квартиру терять не хочется а вот жюри которые сидят здесь они где-то в соседних получается гримерках сейчас находятся да 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 они на разных этажах у кого какое где расположение собственно где был свободный помещение там поселили ним заходишь да да периодически мы заходим после эфира допустим несколько раз уже на аватар по мне не получилось заходить а вот на маске мы допустим заходим к тимур бутрудину и там мне кажется минут 20 угораем на все что происходило в эфире какие-то свои шутки разгоняем в общем обсуждаем что произошло все из эфира были потому что есть действительно моменты которые прям очень хочется обсудить там знаешь съемка заканчивается я говорю я тебе зайду мы обсудим я говорю этот момент меня не устроил почему ты решил слить этого участника расскажи мне просто расскажи свое мнение мне нужно это выяснить вот когда ты сейчас приходишь на какие-то мероприятия к тебе подходят если допустим в этот момент идут выпуски или маски или аватары кто-то подходит тебе и звезды расспрашивают у тебя скажи мне кто там что там слушай нет кстати ни разу никто не подходил да больше наверное в этой ситуации я просто пристально смотрю как бы кто как двигается по движению потому что был очень забавный момент мы работали на втором сезоне маски я тогда не знал естественно кто за кем скрывается и был нас корпоратив и корпоратив был с группой ваншки интернешнл а я как бы с ними ну не был знаком до этого ну так там привет привет пока пока и тут ко мне просто подходит кирилл тульченко здорово я такой привет и такой а че ты со мной поздоровался мы с тобой не были знакомы до этого такой знаешь я с этой мыслью хожу так а может быть он скрывается где-то под маской потом значит я смотрю его выступления они работают он танцует и я по движению которое он делал в носороге узнаю что это он прикинь то есть настолько у меня было уже развита вот этот слежка за артистами это был яркий такой момент когда я понял что ну 50 процентов что в носороге кирилл тульченко это мне рассказывала юля паршюта как раз в нашем интервью о том что она тоже пришла на какое-то мероприятие и филиппа бедросовича он там встречает значит и филипп такой подходит сверху я знаю что ты змея и он так ко мне ну я я нет какая провокация года он такой нет я точно знаю что ты змея нет 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 я вообще ну и он говорит что видимо по моим каким-то тоже движение он сообразил что это действительно я ну естественно она не созналась понятное дело но тем не менее он ее тоже сразу ну слушай это классная сказка в которой интересно играть когда мы встречаемся на мероприятиях понятно что все в своих делах заботах серьезностях а это такой как бы классный пункт по которому ты можешь немножко ну следи просто поржать поугарать это какая-то лишняя тема для разговора да еще она абсолютно расслабляет и располагает к себе перед съемками настраиваешься ты как-то особенно да глобально нет наверное я просто стараюсь как-то аккумулирует энергию в себе то есть собираюсь 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 вот это выхожу и все раздаю конечно скороговорочки все это вот что ты делаешь я хочу тоже в четверг 4 числа в четверть четверти часа лигурийский регулировщик регулировал регулировал да не вырегулировал но это множество этих кукушку кукушонку купил капюшон в каждом же капюшоне он смешон на мили мы на ливы линии вловили а любви меняли вы мило молили вот так вот разогревай свой собственно аппарат это очень круто нужно научиться лучше говорила потом еще говорят какой то есть все то есть ты полностью разогреваешь как бы свою лицевую часть да еще очень полезно упражнение когда нужно очень резко напрячь свое лицо и расслабить расслабляешь прыгаешь сильно расслабляешь и ты чувствуешь как у тебя просто кровь приливает вот так вот полностью к твоему лицу и у тебя мышцы становятся уже более разогреваемые но это ты с кем-то занимался у тебя был какой-то преподаватель по сцене речи нет 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 это как бы истории который принципе смотрел в интернете это все общедоступну но и какие-то вещи просто для себя сам использую безусловно я смотрю какие-то интервью и очень часто на мастер-классах актеры показывать какие-то такие вещи и они действительно помогает очень круты если нравится упражнение знаешь какой нато до грима сейчас уже так и сделать когда хочется и руки согрети лицо Regel и кустрюри ray first sé или длидит tubing видишь какие теплые станавте тёплые топут и потом вот это все лицо умываешь, знаешь как как приятно становится. Да? Да, у тебя просто получается энергия рук с лицом соприкасается, становится тепло, и ты реально как будто просыпаешься. Вот есть такой метод умывания. Лайфхаки, пожалуйста, от Вячеслава Макарова. Он сейчас нас научился нормально умываться. Бесплатно, друзья. Бесплатно. Главное. Вот уже несколько месяцев я регулярно занимаюсь спортом, и в поддержании активности мне помогает фитнес-браслет с персонализированным циферблатом. С помощью технологии Труспорт можно отслеживать разные данные и следить за такими важными показателями, как уровень кислорода в крови, фазы и время сна, частота пульса и уровень стресса. Это помогает мне добиваться отличных результатов в спорте, прислушиваться к своему самочувствию и быть здоровой. Кстати, этот тонкий браслет с большим безрамочным экраном практически невесом, поэтому он всегда со мной. Я могу носить браслет на протяжении двух недель, использовать все интеллектуальные функции, оставаться на связи, отвечая на сообщения, и не беспокоиться об уровне заряда батареи. Это очень удобно для поддержания моего режима и активного образа жизни. Советую присмотреться к умному и стильному помощнику, который повысит качество жизни и будет держать вас в тонусе. Давай вернемся к маске все-таки. Давай о спорных моментах шоу. Вот, например, с Азизой ситуация была. Певица Азиза! Прости. Прости. Я не прощу себе этого никогда. Друзья, ну все живы как минимум. Это правда. Это уже счастье. Ну, опять же, это ситуация, которую уже обсудили все. Мне кажется, один человек не спросил про реакцию Азизы. Это даже превратилось в какой-то мем. Это была реакция ее на тот момент. Вот такая была эмоция. Мы же все люди разные. Мы на каждое событие реагируем по-своему. Понимаете? То же самое. Кому-то подарить машину и скажет, вау, я мечтал об этой машине. А кому-то подарить дорогую машину и скажет, ну, норм. А кому-то она вообще не нужна. Также здесь кто-то большие надежды вкладывает в проект и хочет дальше пройти в нем. Просыпается дух соревнования. А у Азизы было большое сожаление. Она не понимала, почему вот именно сейчас она уходит с этого проекта. Почему я? У меня еще столько классных номеров. Я хотел вам показать там другие краски своего тембра и вообще музыкальные номера. И она вот так отреагировала. Ну, мы же не можем человека винить за такую реакцию. Понятно, что мы привыкли, когда человек снимает маску, он должен веселиться, радоваться. Классно, спасибо, что вы меня освободили из этого кокона. А здесь была другая эмоция. Человек хотел дальше пройти, и она не стала играть на публику, она не стала что-то из себя изображать. Вот что у нее нутро подсказало выразить эмоции, так она и сделала. Но мы, конечно, были не готовы морально к такой ситуации, по крайней мере, и я. Да, я просто не понимал. Типа, а что происходит? Почему человек настолько сильно растрелся? Это же шоу про праздник, шоу про эмоции. Ну, так получилось, получилось. Да, ты там еще как-то пошутила, потом сказал, что, блин, что-то я не то сказал, потому что потом ты узнал ее биографию. Да, это был вообще просто какой-то комбо. Я сказал шутейку, абсолютно об этом не задумываясь, потому что сложилась такая ситуация. Когда я прочитал ее биографию, и я там в две ситуации очень сильно попал, но, возможно, это связано с тем, что, вот опять же, я повторюсь, возвращаясь к нашему психологическому сценарию, вот какую энергию ты излучаешь, вот какой месседж ты несешь людям, это передается в подсознание, и оно у тебя потом прорабатывает и выдает это в виде сознательной какой-то реплики, но человек не в курсе информационно о истории твоей. Вот если ты несешь какую-то проблему на протяжении огромного количества лет, но человек об этом не знает, он ее бессознательно считает. Вот, наверное, так и получилось. Поэтому я сожалею, что так получилось, что я не был осведомлен о ее такой, возможно, не совсем я приятной биографии в жизни, но так получилось. Я, к сожалению, не виноват в этой ситуации, но если виноват, я готов принести извинения. Я думаю, что она классная вообще женщина, на самом деле. Мы с ней пели дуэт «Нас бьют, мы летаем». Она была в костюме пингвина, мы спели, очень классный получился дуэт, обязательно посмотрите. Мы действительно его очень эмоционально прожили. У нее была своя история жизни, у нее своя, и такое прям драматично получилось. Были какие-то сложности при создании маски? У меня только был первый сезон, такой личный внутренний мой барьер взаимодействия с теми членами жюри, потому что они именитые артисты, которых я наблюдал с детства. Они были у меня в экране всегда. То есть вы лично не были знакомы ни с кем из них? Нет, абсолютно нет. Мы познакомились прямо вот ровно в день съемок. И вышел я, какой-то этот мальчишка, и начал что-то вести. Они такие, кто это вообще, откуда он вообще взялся? Мы тут вообще первый раз видим. А, из КВН? А, понятно. А что он за КВН? Давайте посмотрим. Поэтому у нас такой коннект налаживался из передачи в передачу, но в целом потом это, конечно, все начало исчезать, потому что были закулисные общения, мы как бы наладили друг к другу общие контакты. И, безусловно, первый программ мне был тяжеловат. Ну, как бы многие говорят, что этого не было заметно. Но мне было немножко непривычно, что к ним, к людям, таким высоким артистам, общаться как бы на равных, парировать. Но меня, кстати, на первом сезоне очень поддерживал Гарик Мартиросян, за что ему большое спасибо. Но вы с Гариком-то должны были знакомы быть? Да, мы были знакомы с ним, он знал наше творчество команды. Ну, я уверена, что он должен был знать. Не раз приходил к нам вместе, когда мы даже в Юрмале выступали, общались. Вот, поэтому от него сла лично для меня колоссальная поддержка. Я вот до сих пор помню, ему благодарен за это, потому что, когда он апеллировал ко мне, как-то обращался и поддерживал, у меня прям такой байзам на душе было. Господи, спасибо тебе большое, что хоть кто-то меня знает. И мне будет проще с вами общаться. Филипп Бедросович, наш прекрасный, любимый. Какое впечатление на тебя произвел? Слушай, ну он человек-праздник. Я вообще был поражен, что что бы он ни говорил, что бы он ни делал, это постоянно вызывает какую-то бурю смеха, бурю реакции. У него потрясающее чувство самоиронии. Он, особенно когда выключается камера, так над собой шутит. Я думаю, блин, где-нибудь есть вообще эта грань? Она останавливается, что человек вот так над собой может шутить. Он, конечно, в этом плане человек, который создаёт атмосферу вообще на 100%. Всё, что он делает вообще в шоу, мне кажется, очень большая его заслуга в этом, реально. Он, конечно, крутой артист. Он всех обещал в ЦУМ отвезти. Если это не пирожков, я всех веду в ЦУМ. Конечно нет. Филипп Бедросович, ну что это такое? Мы все ждём. Новый сезон впереди, на носу. Нужно его обязательно вывезти. Я так понимаю, если когда-нибудь шоу появится, а не ТЦОИ, только тогда мы пойдём в ЦУМ. Должно произойти какое-то глобальное событие, это вот пришествие агитации в нашу шоу, тогда мы пойдём в ЦУМ. Это правда смешно, что он в каждом сезоне видит а не ТЦОИ буквально в каждой маске. То ли девушка, то ли видение. Это действительно так. А Филипп Бедросович очень любит дарить подарки. Тебе что-нибудь перепало? Это мы пригласим на концерт свой, юбилей 55-летний, который был в Кремле. Там красивая штучка, медальон. У него там фотографии с его образами. То есть это коробочка, которая у меня хранится. Полочки с наградами. Здорово. То есть ты на важное место. Она очень красивая. Да, она очень красивая. Это знаковая. Слушайте, у меня кассеты есть, Филипп Киркурова. Ну, камон. 96-й год или 97-й год. Это альбомки единственные. Там все эти хиты были. Единственная моя. Улетает туча. И у меня прям автограф. От Филипп Бедросовича на пустое. Ну, то есть классно. То есть для меня это памятные призы. Подарки вообще, которые меня очень сильно вдохновляют и возвращают в мое детство. Вот когда вышел в эфир проект «Маска», пошла такая волна новая, новая волна популярности? Ну, безусловно, да. Пошла новая волна популярности. И поздравления, кто следил за мной до этого. Появилось огромное количество новых людей, которые вообще не знали меня до этого проекта «Маска». Потому что не все смотрели КВ. Не все смотрели однажды в России. Соответственно, аудитория НТВ – это вообще другой класс людей. Это удача оказаться в нужное время, в нужном месте. Ну, и, конечно же, правильно транслировать свое желание. Вообще понимать, чего ты хочешь и к чему ты хочешь прийти. И, конечно же, визуализировать и четко формулировать свои мысли. Потому что я знаю, там много людей, которые там ставят себе какую-то цель, но иногда ставят ее как-то либо ошибочно, либо просто не туда делают приоритет. Да, это вот слово о том, что многие люди хотят. Я хочу заработать много денег. Но это же немножко неправильный подход. Деньги – это средство к достижению твоей цели. Они появятся. Ты поставь цель, грамотно сформулируешь, чего ты хочешь добиться. То есть просто заработать денег, ну, это вряд ли исполнится, если ставишь деньги как цель. Вот, поэтому мне кажется… А как надо? Вот как ты сформулировал? Да четко сформулировать предложение. Как ты сформулировал? Я сформулировал. Я хочу вести на российском телевидении крупное рейтинговое масштабное телевизионное шоу. Я так и сформулировал. У меня прям был такой запрос. Я хочу стать ведущим крупного рейтингового масштабного и желательно, я написал, желательно музыкального шоу, потому что это сфера, в которой я много чего понимаю. Это ты где-то написал на какой-то бумажке? У тебя был какой-то список или карта желаний или что-то еще? Да, да. Это было обязательно, это должно иметь материальное воплощение, где это нужно записать. Ну и, в принципе, как бы об этом периодически думать, но не зацикливаться. То есть, как только ты начинаешь держать эту идею, никуда не отпускать, это как раз-таки будет не сбываться и как можно дольше тебя от этого отталкивает. Ты просто загадал, знаешь, что у тебя это будет, значит, это случится. В какой момент ты к этому пришел, что нужно делать именно так? Откуда появилась вообще такая мысль, идея? Ну, наверное, когда я прочитал книгу, я уже, по-моему, где-то говорил в этом интервью, я вообще делюсь с удовольствием, то, что я читаю. Опять же, повторюсь, очень долго будет комментарий против этой книги, но она сложная, она непростая, она написана довольно сложным языком. Что-то в ней правда, что-то неправда. Зеланд Трансерфинг реальности. Мне эта книга в свое время очень сильно помогла, у меня был очень такой сложный период, когда я настолько закопался в себе, вплоть до того, что у меня начались уже психосоматические проблемы со здоровьем. Когда я была в больнице, даю анализы, вроде, мне ничего не находят, но мне плохо. Просто Ольга говорит, мы не понимаем, у тебя все анализы, все хорошо. Говорит, вопрос, наверное, у тебя с головой, не лады. И тут я понял, что наступил какой-то период, когда мне нужно остановиться, и у меня появился запрос на литературу. Нужную мне литературу, и мне нужно найти ответ на мои вопросы. И мне попалась эта книга, и я прям начал выходить, скажем так, как Феникс. Восстал, прочитал очень много полезной для себя информации, и она мне действительно очень помогла. Поэтому большое спасибо автору этой книги. Но не факт, что она кому-то тоже поможет, потому что там непростой язык, и не нужно дословно воспринимать то, что там написано. Что главное, какие основные тезисы ты для себя оттуда вынес? Ой, ну это много слишком вообще, сейчас время в интервью хватит. Какое основное, нет, основное, вот одним предложением, вот когда ты прочитал эту книгу... То, что ты проецируешь внутри себя в мир, то и будет с тобой происходить. Проецируешь негатив, негативное обстоятельство. Проецируешь позитив, хорошее отношение к людям, так же будут к тебе относиться, так же и будет все в твоей жизни происходить. Ну и безусловно, ты же не устрица. Если у тебя что-то происходит там плохое в жизни, да, или случился какой-то инцидент, да, на который мы сразу... Начинаю реагировать так, просто скажи себе, стоп, меняю. И воспринимай это все позитивно, это классно. Значит, для чего-то мне это нужно, для чего-то это испытание мне дано. Сейчас я разберусь с этим вопросом постепенно. Вот нужно переключать себя, и тогда совершенно другие метаморфозы с тобой происходят и в жизни, и внутри, и снаружи. Ходил ли ты к психологу? Был, психолог, абсолютно нормальная история, вообще не вижу ничего криминального, потому что, мне кажется, все творческие люди в какой-то момент загоняются. Наступает такой период, да и обычные люди, потому что очень сложно, находясь внутри процесса, посмотреть на себя со стороны. Знаете, спуститься в зрительный зал и посмотреть на свою жизнь, что ты вообще делаешь. Как ты вообще выступаешь сейчас, ну вот в реальной жизни, да. И очень часто психолог помогает тебе посмотреть на тебя со стороны. Но обязательно должен быть квалифицированный специалист, не шарлатан, который тебя подсаживает на бесконечное количество сеансов, в которые ты будешь ходить годами. Это уже немножко называется сектантство, на мой взгляд. А если действительно профессиональный человек, ну не бывает проблемы, мне кажется, которые решаются больше десяти сеансов. Ну что там еще копать? Как бы эта история старая как мир, вот мне кажется, вот если за десять сеансов вы решили свою проблему, то прекрасно. Ну вообще, на самом деле, очень многие стесняются, да, говорить о том, что они там обращались к психологу, потому что, мне кажется, до сих пор у людей какое-то представление, что если психолог, то значит ты псих, что-то у тебя не так. Ну есть такой стереотип, но он, к счастью, в наше время уже начинает изживать себя, рушить, потому что, ну, это хорошая профессия, это твоя помощь. Ну, в конце концов, ты живешь один раз. Нет, ты будешь пять лет ходить мучить с этой проблемой, которую ты можешь решить за неделю, за две, и совершенно поменять вектор своей жизни. Вопрос выбора каждого, готов ли он, не готов. Если его волнует мнение окружающих, конечно, он не пойдет будет, ибо что, я там пойду, я не пойду туда. Если тебя действительно волнует твоя жизнь, если ты хочешь в этом разобраться, ты пойдешь, и тебе абсолютно будет равнозначно, кто что скажет, и кто что думает по поводу того, что обратился ты к специалисту или нет. Ты еще говорил где-то, что ты антидепрессанты принимал. Да не антидепрессанты это были, это вообще... И вот я поэтому боюсь говорить интервью, вот ты скажешь какую-нибудь фразу, а потом в новостях ее переворачивают так, еще скрещивают с событиями, которого не было, потому что я как-то сказал в интервью, что я коротким периодом принимал успокоительный, такой легкий транквилизатор, который не является антидепрессантом. Там были потом заголовки, Вячеслав Макаров принимает запрещенные вещества. То есть, понимаешь, я там везде наркоман во всех статьях был, понимаешь, который сидит на всех этих историях. Я такой, господи, ребята, ну, пожалуйста, посмотрите видеоинтервью, в котором четко сказано, что я сказал, и все. Не, ну в этом же нет ничего плохого. Давай скажем, что это неплохо, если вдруг кто-то обратился и кто-то принимает антидепрессанты, ну, значит, это как бы, ну... Если ты назначен врач, в этом нет ничего плохого. То же самое, что ты пошел к вторую гастроэнтерологу, который тебе выписал АМЕС. Нет, просто здесь важно следить. Амепразол, дева. Он принимает амепразол. У него что-то с желудком. Неужели гастрит? Понимаешь? Это можно вот так вот просто раскручивать всю эту историю. Поэтому здесь были очень странные заголовки. Я даже был в шоке. Мне мама звонит, что ты там потребляешь? А эти же новости выскакивают где-то. И я говорю, мама, посмотри, пожалуйста, интервью. Ничего я не употребляю, все хорошо. Не, ну здесь на самом деле важно просто следить за своим ментальным здоровьем. Если ты действительно сталкиваешься с какой-то депрессией, и это действительно клинический случай, то лучше обратиться к специалисту. Депрессия – это, в принципе, болезнь. Это не просто твое грустное состояние, и ты загрустил. Это диагноз, который лечится, и лечится препаратами. Поэтому если у человека действительно есть такая потребность, то ему нужно идти в поликлинику или к частному врачу и, собственно, советоваться по этому вопросу. Но у тебя эта депрессия была короткий период. Короткий период был. Да, короткий период. Получается, ты нашел эту книгу, обратился к специалисту, и оно само собой у тебя постепенно прошло. Ты переехал в Москву из Астрахани. Да. Как тебя Москва встретила? Это было не больно. Это произошло абсолютно как-то плавно, потому что, опять же, я приезжал сюда на проекты, когда даже в России я снимался, я все равно жил еще в Астрахани. Какие-то мероприятия постоянно летал туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Снимал там какие-то гостиницы, какие-то квартиры и прочее-прочее. И в какой-то момент просто настал тот период, когда я понимал, что все, надо переезжать, потому что мотаться туда-сюда – это некомфортно. И психологически, и физически тяжело. Просто каждый раз выезжать, перелеты переносить. И я переехал, снял квартиру, и в целом дальше пошло уже какое-то творчество, там спектакль начал принимать участие, мероприятия пошли. В общем, закрутил, завертел. Сколько лет назад это было? Это было… Это был декабрь 2017 года. Ну, по сути, это 2018 год. То есть не так давно. Совсем недавно. Прям совсем недавно. То есть ты вообще, в принципе, только сейчас становишься настоящим москвичом. Камень, камень такой. Почему? Зажравшийся москвич. Где мои лата на бананах? Вот какое отличие людей, которые живут в Астрахани, от москвичей? А мы открытые. Астраханцы. Мы радушные, мы очень гостеприимные, и мы очень довольно-таки эмпатичные. Мы всегда хотим друг другу там помочь, там встретить. Это, наверное, все-таки дает еще то, что мы воспитывались именно вот в такой среде доброй. Когда двери не закрывались, входные. Когда соседи друг друга знали, в конце концов. Я не знаю, кто сейчас живет со мной на лестнице площадки, я никого не знаю этих людей, понимаешь? Не то чтобы в лицо, я даже не знаю, как их зовут. А раньше соседка могла спуститься с третьего этажа, ключи повесить у вас и пойти дальше. То есть какой был уровень доверия, да? Что я не зайду там, ничего не посмотрю, ничего не возьму. И, видимо, вот это все в нас как-то копилось, осталось. И мы вот такие вот люди, которые согретые теплом, солнцем и гостеприимно относимся к человеку, входящему в нашу жизнь. Ты часто летаешь домой? К сожалению, нет. Вот сейчас так не получается, но раз в полгода стабильно. А значит, там бывает. Как тебя там встречают друзья и на улице вообще люди тебя узнают? Слушай, у меня настолько, скажем так, удобная внешность, потому что мне замаскироваться довольно-таки просто. Просто кепка, очки и все. Я похож на представителя с бородой какой-то кавказской национальности, поэтому там сложно разглядеть, что я какой-то там ведущий на ТВ Вячеслав Макаров. Поэтому в этом плане у меня нет никаких проблем с маскировкой, это все очень комфортно. С друзьями мы всегда встречаемся, пьем кофе, разговариваем, делимся своими какими-то достижениями, потому что у меня друзья есть и творческие, есть и связанные с нефтяной, газовой промышленностью. Каждый достиг своих успехов, своей деятельности. Мы не стоя на месте, мы развиваемся, и поэтому нам действительно есть всегда о чем поговорить, потому что мы как-то на одном энергетическом уровне находимся. Ну, у тебя, получается, друзья в основном оттуда? С института. С первого курса, да, с первого курса института. То есть они все там живут? Ну, большинство, да. Нет, в Москве, конечно, у меня тоже есть друзья, с которыми мы работаем на проектах, и также видимся, встречаемся иногда. Но поскольку в Москве, конечно, очень сложно с логистикой, передвижениями, с проектами, и плюс еще с режимом восстановления энергии, я могу сказать, что за последние два года, за счет того, что очень насыщенный график, я, наверное, катастрофически сократил вообще общение с людьми, с какими-то друзьями. Я стал очень нетроверным и закрытым человеком. Наверное, за счет того, что мне нужно аккумулировать энергию и просто сохранять. Какой ты друг? А, я друг, который может вам не звонить месяц, может не звонить, там, три месяца, но в какой-то момент появится в вашей жизни, потому что у меня искреннее желание с вами пообщаться. Увидеться, поделиться новостями, приехать и вот так вот в вашей жизни нагрянуть нежданно, негаданно. Это я такой друг. Я не буду писать вам каждый день, я не буду с вами переписываться, там, картинки задалбливать вас, как дела, и расскажи мне что-нибудь нового, интересного. Но в то же время, если человек обратится ко мне за какой-то помощью, я обязательно сделаю максимум усилий, чтобы ему помочь. И очень часто меня, там, кто-то может говорить, что ты должен сам интересоваться, как у человека дела, я говорю, нет, ребят, если кто-то хочет ко мне обратиться за помощью, я никогда не откажу, я наоборот, вы меня проинформируете о том, что у вас там сложная ситуация, я обязательно в ней помогу. Вот, я, наверное, такой, как бы друг духовно близкий, но не всегда существующий с вами в физическом состоянии, всегда рядом. Мама и сестра, они в Астрахани живут? Да. Какие у вас отношения с мамой? С мамой теплейшие отношения вообще, это человек, который вложил, мне кажется, вообще всю душу, все свои силы, все свои ресурсы, чтобы Славочка ходил на танцы, Славочка занимался английским, музыкальную школу. Несмотря на то, что у нас была очень сложная, там, финансовая ситуация, там, в 90-х, в какой-то момент у нас, в принципе, такая, мама осталась одна и воспитывала нас с сестрой вдвоем. И я, конечно, ей благодарен за то, что она жертвовала собой просто катастрофически всем, чем могла, и чтобы вот дать мне нужное образование. И помимо образования, еще потрясающее мировоззрение за счет всех моих вот этих хотелок музыкальных, танцевальных. Это, конечно, за это и большое спасибо. У тебя умер папа, да, когда тебе было 16 лет? 15, да. Да, это, конечно, огромная была для меня потеря. Это был мой лучший друг, мой лучший наставник вообще по жизни. По любому совету я обращался к нему, и в какой-то момент у меня просто не было моей книжки с ответами, к которому мог что-то спросить. Ну, папа, конечно, был невероятный оптимист вообще по жизни, что бы ни происходило в этом мире там, даже если все идет крахом, если все не так, но если кто-то его спросит, как у вас дела, он говорит, лучше всех. У нас все шикарно, я обожаю его цитату, она будет матом, ну, запикайте. Ну, это цитата, его спрашивали, как у тебя дела? Он говорит, у меня все нормально, все дела идут в гору, у меня охуенные дети. Поэтому я надеюсь, что он сейчас на меня смотрит сверху, и я ему скажу, пап, все, охуенные дети. У нас все нормально, потому что он действительно много вкладывал в нас, он искал любые способы заработать в то непростое время, как тогда был 90-х, дефицит. Он вот в этом потоке существовал, чтобы прокормить семью, все-таки, двое детей, вот, жена, и, конечно, за это ему большое спасибо. А что случилось? У него был рак. Не могу, я говорил, у меня прям мураш. Он был рак, я видел его боли. В какой-то момент он просто устал. Он бы мог прожить гораздо дольше, чем он прожил, просто в какой-то период он просто сдался, он стал принимать все эти препараты, проходить всю эту терапию. Я все это видел, это все происходило на моих глазах, но, по крайней мере, родители от меня, ну, по крайней мере, он старался максимально это все скрыть, чтобы на моей психике это не отразилось. Вот, и я не знал, что он болел раком, что самое интересное, я знал об этом после. Я знал, что что-то не так, но я не понимал, не передавал этому значения, ну, чем-то болен, но все лечится. Как бы препараты есть, все это есть. В какой-то момент он просто перестал всю эту историю принимать и, как бы, сдался. И я, как бы, вот этот весь процесс, конечно, наблюдал. Это больно. Больно по-человечески. Мне, правда, его очень не хватает. И я даже с ним общаюсь, как бы странно этого не звучало, но мне приходят оттуда ответы. Я обращаюсь к тем силам, и мне приходят ответы, и он воспитал во мне очень большой стержень, потому что в 15 лет я остался, как бы, ответственным за свою семью. Я стал кормильцем. Я в 15 лет пошел работать, уже зарабатывал мероприятиями какими-то, устроился в Министерство культуры. Я понимал, что ответственность на мне. По крайней мере, я не могу так сказать про своего, но просто две девчонки, как, скажем, мама и моя сестра, я не могу и не имею права с них брать никаких вообще финансов и денег, я должен зарабатывать сам. И вот дальше началась моя такая уже осознанная взрослая жизнь. То есть, можно сказать, повзрослел я рано после этой истории. Как мама переживает? Ну, конечно, тяжело. Конечно, тяжело. У нас семья в плане любви и взаимоотношений была идеальная. Я с любовью вспоминаю те вечера, когда мы после каждой день мы приходили, садились за стол, и мы обсуждали все новости дня. Что у тебя в школе, какие проблемы, не проблемы, с кем там пообщался, может быть, какие-то конфликты с учителями. То есть, у меня настолько не было никаких стоп-таймов, что я боялся что-то рассказать лишнего. Или что-то утаять от своих родителей, возможно, поэтому у меня нет там глобальных психологических травм. Потому что я рассказывал все. И мы в итоге семейных диалогов всегда решали все свои какие-то проблемы и всегда были открыты друг к другу. Ни родители от нас не были закрыты, ни дети не были закрыты. И, конечно, это была очень большая потеря для нас. То есть, такой в любви ты рос. Да, родители, конечно, вложили максимальную любовь, за что им большое спасибо. И для нас это была, конечно, большая потеря. Просто жизнь на тот момент остановилась. Просто не боишься, что делать дальше. Как так? То есть, ты существовал в одной реальности, а она теперь новая другая. Камызяки. Да, это тот проект, благодаря которому о тебе вообще узнали. И я читала комментарии под какими-то выступлениями Камызяка. И там писали, что это легендарная команда, после которой КВН закончился. Согласен ли ты с этим? Если люди так пишут, почему я не могу с этим не согласиться. Ну, мы действительно команда, которая стала ярким таким феноменом в КВН. И мы, наверное, последняя команда, мне кажется, которая реально объехала всю страну с гастролями. И в составе других команд, где мы там по три команды выступали. Потом мы сольный тур откатали. Мы выступали не только в России, но и там за рубежом очень часто, куда мы только не ездили. И мы, честно тебе скажу, мы из корпоративов вообще не вылазили команды, выступали. Мы просто стабильно каждую неделю мы корпоративили, выступали, нас заказывали. Действительно, мы были прямо таким взрывом в КВН. И это, конечно, очень приятно. Сказать то, что после нас закончился КВН, нет, он не закончился, он продолжается. Просто появилось еще больше юмористических проектов на разных каналах. Их стало очень много, не говоря уже о интернет-сегменте. Поэтому немножечко зритель расформировался по своим вкусовым предпочтениям в плане юмора. Плюс появилось очень много новых команд. И, как я уже сказал, когда поток новых команд меняется, зритель не успевает запомнить их. Тем более, если они не особо себя как-то ярко проявили и не попали в эту, скажем так, не хочу это слово потреблять, но она пусть будет, струю нового чего-то интересного и необычного. Вот мы как-то вот так ярко вошли. Мы ломали какие-то стереотипы, какие-то рамки, делали свое новое, интересное. До нас этого там никто не делал. И не боялись экспериментировать. И, возможно, это дало такой большой взрыв. Химия внутри команды, она сработала. В чем секрет успеха, как тебе кажется? Потому что, во-первых, у всех была одна цель. Реально. То есть никто не держал мысли, что вот сейчас я здесь чуть побуду, потом пойду заниматься своими делами. Нет. У нас была цель стать чемпионом высшей лиги, максимально классно выступать, чтобы это нравилось зрителям, чтобы мы потом ездили, выступали с сольными концертами, гастролями. Мы были объединены одной идеей. И никто не залезал на сторону друг друга. Вот ты отвечаешь за музыку, все, ты там пой, объявляй. Так, это у нас актер такого-то плана. Это у нас там такую-то роль выполняет. Это у нас фронтмен. Он играет свою роль. И поскольку никто никого не двигал, не испытывал конкуренции между собой, никто друг на друга не залезал, вот так сложилась химия. Потому что никто не перетягивал одеяло. И все были абсолютно сплоченные команды, которые шли вот на пролом за своей четко поставленной целью воедино. Вот это, собственно, мне кажется, самый главный движок был нашей команды. Ты с 18 лет, получается, участвовал в КВН, и где-то в 21 ты попал. Да, да, да. Ну, я попал на первый курс института, где нужно было создавать свою команду. Назывался она «Холодильники». Потому что большинство участников команды были с моей соседней специальности «Холодильная техника и кондиционирование». «Холодильная криогенная техника и кондиционирование». Слушай, пожалуйста, как разговорку использую. Все, мы играли в КВН. Я выступал на мероприятиях очень часто в городе. И потом меня просто, собственно, заметили и пригласили в команду КВН, когда уже учился на четвертом курсе. Ну, а как вообще ты решил пойти и стать участником КВН вот в своем университете? Университете? Добровольно-принудительно заведующий декана Ревина Алла Викторовна сказала, «Слава, у нас мало творчества на механическом факультете». Почему именно тебе? Увидела, что ты талантливая? А я знаю, она знала, что я пою. Я знаю, что я принимаю участие во всех творческих мероприятиях. Веду, пою, выступаю. Она говорит, все, вот эти задачи, иди и отбирай творческих людей на нашем факультете. А на механическом факультете найти творческих людей задачка не такая легкая. Создавай команду. Нам нужно поднимать творческую составляющую нашего факультета. Потом, получается, ты попадаешь в Камазяки? Да, меня приглашают в премьер-лигу. Они меня не знали до этого времени. Лично. Я думал даже, что ты парикмахер там. Лично, да. Бригмахер — это Серега, говорит, вообще другую команду. Ну, короче, фишка в том, что мы не были лично знакомы. Мне предложил директор команды Ирина Илюхина, Артем Усов был художественный руководитель команды, поехать в Москву вместе с ними. Им нужно усилиться к финалу премьер-лиги. Им нужна вокальная составляющая. Вообще, музыкант в команде. Я сказал, отлично, я поеду. Безусловно, когда зашел со всеми знакомиться, мы быстро нашли общий язык. Вообще узнали, какое впечатление было до знакомства. Многие думали, что я очень высокомерный, такой надменный парень. Ко мне не подходите, там типа звезда Астраханского края. Но все сомнения быстро разрушились, и мы нашли общий коннект. Как я уже говорил, я даже... У меня товарищи некоторые говорили, что да камазиаки тебя не любят, они терпеть не могут. Ты знаешь об этом? Зачем ты туда поедешь? Я говорю, да. Я говорю, что мне терпеть не могут? Я с ними даже не знаком лично был. Я говорю, ну, не могут, значит, не могут. Я говорю, приеду, познакомлюсь. И, собственно, когда приехал, мы пообщались, но все сомнения сразу опали. У кого никаких вопросов никому не возникало. То есть ты даже там, по-моему, сам спросил ребят и сказал, что вот вы обо мне, по-моему, говорили. Да, да, да. Я напрямую сказал, говорю, я знаю, что есть такой слух. Мне передавали, что вы думали, что я такой высокомерный, наглый, так надменный. Они говорят, ну, ты реально создаешь впечатление такого человека, когда с тобой не пообщаешься, вот, у тебя такая некая маска, не подходи ко мне, вот, я не хочу с тобой общаться, вот. Это, наверное, больше такая защитная реакция, чтобы... Я же не могу идти, как в другой стране, всем улыбаться. Так ты только что мне рассказывала, что очень важно нести улыбку и посылку. Нет, важно, но я же тоже, когда иду в себе, в своих мыслях, я же не могу, как, чтобы все улыбаться, смотреть куда-то. Поэтому все у нас было хорошо, и мы дружно существовали все эти... 8, сколько лет получается, ну, где-то да, где-то 8 лет. Впечатления, которые на тебя произвели, ребята? Впечатления? Дорохов, Азамат. Ой, ну, контрастный, ну, просто каждый вообще своя личность. Дорохов, Аторва, человек, который, мне кажется, ничего не боится, всегда идет на эксперименты, он просто вечный энергайзер вообще, пауэрбэнк, я не знаю, откуда он берет энергии, на все у него хватает. Я даже просто периодически говорю, молю, я говорю, расскажи мне, что ты принимаешь, я не знаю, витамины, капельницы, как у тебя на все хватает энергии. Работа, семья, там, какие-то мероприятия. Есть какие-то более у нас такие спокойные люди, которые абсолютно невозмутимые, да, как на Ат-Мухамбаре, то есть максимально спокойный человек. Его вывести из себя, ну, очень сложно, ну, максимально сложно. Поэтому это классный опыт в плане изучения вообще психотипов людей, находясь 8 лет в одном коллективе. Есть, знаешь, такой прекрасный спектакль «Офис», шел в Театре Пушкина, я просто почему помню свои эмоции, когда я пришел на этот спектакль, и там как раз-таки люди, работающие в офисе, которые заходят к начальнику, там, на собеседование и решают рабочие вопросы, и там несколько психотипов людей, и вы не поверите, я в этом спектакле узнал каждого члена своей команды. И просто хохот от меня в зале стоял истерический, потому что настолько все идеально списано с каждого, то есть получается мы все так или иначе очень схожи. То есть есть определенный набор качеств, и мы все пересекаемся своими там потребностями, желаниями в работе и, возможно, в личной жизни. Поэтому если у вас будет возможность сходить на спектакль, не знаю, идет он еще или не идет, это идеальный спектакль, познать вообще суть человеческой личности и какие бывают люди. Вот я вот 8 лет существовал в этом коллективе, все видел, все знаю, все понятно. Ну а Азамат? Азамат. Ну какое он произвел впечатление на тебя, когда вы познакомились? Абсолютно положительное впечатление. Он был, опять же, таким локомотивом нашей команды, который двигал нас вперед всегда, типа, ребят, ребята, давайте. А мы там, есть часть людей, и я один из тех, который ленивый, любит поспать. Он там мог зайти в час ночи, все, 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 давай репетируй, давай репетируй. И я говорю, господи, опять репетируйте. Пошли. То есть у него не было каких-то стоп-таймов, если была ответственность, что завтра там редактура, лигра, то есть он не видел преграды, и он всех вот нас вот так вот собирал, мотивировал, и мы как бы дальше шли всю эту историю репетировать. И она, конечно, безусловно, подбешивала, что мы покой нарушили, но для результативности это, конечно, очень важная черта. Получается, что ты вот на первом курсе создаешь свою вот эту вот команду, тогда ты это сделал, потому что тебя кто-то попросил. Дальше у тебя, видимо, какой-то энтузиазм уже появляется, потому что ты становишься участником Камызяк, да, уже в премьер-лиге. В этот момент у тебя уже появляется какая-то мечта победить? Или это она в процессе у тебя? Она появилась в процессе. Она появилась в процессе, я больше скажу, после первой игры в премьер-лиге я вообще планировал с команду уходить. Я думал, что меня пригласили на одну игру, в премьер-лиге поиграть, все, я пошел дальше заниматься своими делами. И было такое необычное ощущение, когда я приехал на фестиваль КВН, он проходит в январе в городе Сочи, и все КВНщики со всей страны живут в одной гостинице, практически все, жемчужина. И для меня было так необычно, что я сыграл всего лишь одну игру в премьер-лиге, а я иду по фестивалю, и со мной большинство КВНщиков здоровается. Здравствуй, здравствуй, привет, о, привет, Вячеслав, привет, Вячеслав. Что происходит вообще? А это были еще какие-то известные уже КВНщики? Нет, это КВНщики с разных стран, там сколько, около 500-600 команд съезжаются на фестиваль со всех уголков нашей страны и не только. И после этого фестиваля происходит распределение по лигам. И я, получается, чуть-чуть звездой приехал на фестиваль КВН, думаю, со мной здороваются, думаю, прикольно, необычно. И после того, как мы классно выступили, попали в высшую лигу, и тогда, собственно, у меня уже не было пути назад, и мне сказали, говорит, куда ты собрался? Мы, говорит, серьезно идем играть в КВН. Мы не просто команда, которая заявила о себе и ушла. У нас очень большие планы, у нас очень большие перспективы, нам нужна твое участие, нам нужна твоя помощь, а вот поэтому ты остаешься с нами. Я говорю, окей, хорошо. То есть это само по себе произошло? У тебя не было такой цели? В детстве не было мечты? Вообще, ни разу вообще. То есть я не был никаким образом причастен к КВН. Я не смотрел его там от начала до конца, там, сидя в выходных. Да, когда показывали, безусловно, мы все его смотрели, но сказать, что я прям болел этим делом, не было такого. Произошло как-то само собой разумеющееся. Тебе рассказывали страшные истории об Александре Маслякове? Ой, слушайте, про него столько ходит баек, столько вообще каких-то историй, мифов, но ничем не доказанных, не подтвержденных. Поэтому со мной этих мифов не случилось, со мной было только в положительном ключе. Он очень, конечно, магический человек, обладающий огромной вообще энергией, и каждое его сказанное слово, оно бьет точно в цель. Вот он тебе скажет, и потом весь день ходишь, думаешь, что бы это могло значить. А, вон что. Интересно, интересно. Говорят, он отсматривает все номера. Все, конечно. Он же продюсер этой передачи, которую, собственно, выпускает. Он ответственный за этот материал, и он все смотрит, все редактирует, говорит свои правки, свои коррективы, какие-то советы, однозначно. Убрать номер может? Конечно. Совсем не понравилось. Насколько раз это было вообще абсолютно. А из-за чего? Разные бывают истории. Может, посчитать, что это не смешно. Либо это не подходит по тематике, допустим, игры, либо это идет в противовес какой-то цензуре. Допустим, про эту тему нельзя шутить. Потому что я помню, что в 13-й год, это у нас была, по-моему, коммунистическая поликлиника, это был, по-моему, последний год, когда мы вообще хоть как-то шутили про религию. После 13-го года про религию я не слышал ни одной шутки вообще в КВН. А вам как приходили и говорили, так, ребят, вот про это мы не шутим? Были какие-то списки? Нет, никаких списков не было. Просто мы приносим на редактуру весь материал. Нам говорят, ребят, вот про это лучше не шутить. Вот про это убирайте, лучше этого не надо. Все, как-то так. То есть не было какого-то рисочка, который у всех висел, как, не знаю, список дел на сегодня. Нет, такого не было. Просто это происходило в процессе. Вот это не надо, это не надо. А вот это, типа, классный номер, но поменяйте чуть-чуть концовку, чтобы она не была, допустим, там, остро-политической или остро-религиозной. И все. Какие-то такие были, рекомендательного характера совета. Ну, я так понимаю, что про политику вы пока, когда вы еще были, еще могли как-то шутить, потому что у вас там есть много таких номеров. Да, 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 у нас остро-политические номера. Ну, кстати, что греха таить. Я вот сейчас посмотрел последнюю игру КВН. Я продолжаю следить за КВНом, хоть я в нем не принимаю участия. Я вам скажу, там были шутки гораздо острее, чем у нас. Прям очень мощно, поэтому сейчас какое-то, видимо, ну, произошло ослабление цензуры. И это классно, это классно. Самое ироние, это вообще то, что движет вообще человечеством. И вообще, мне кажется, любым человеком и страной в целом. И поэтому сейчас немножко получилось. Я удивлена, что, говорят, тебя это слышать, потому что все, наоборот, говорят, что, типа, ужесточается цензура, и вообще ничего не делали. Да, это происходило, это реально было, это существовало. Вот я говорю, я посмотрел последнюю игру, там прям очень мощные такие, прям на злобу дня шутеечки про политику. Ну, а вам, когда вы тогда делали, вам говорили, что можно или нельзя? Честно, я тебе скажу, глобально я не помню такого. То есть каких-то запретов не было. Возможно, нам и убирали эти номера, потому что они, по их мнению, были не смешными, вот, а по нашему мнению смешными. Только, наверное, по таким критериям. Атаку сказать, что, ребята, нет, про это ничего нельзя говорить. Ну, во время нашей игры, не помню, что было после, там же еще целое пятилетие было КВН без нас. Вот как-то так. А на что вы жили? Потому что в КВН не платили. А я тебе скажу, я говорю, мы прям с 12-го года, как стартанули, мы корпоративили больше всех, мне кажется. У нас вот после финала премьер-лиги были первые гастроли такие большие, большие, прям, Казахстан, где еще наволочку отрезал себя. Как это? Это самая нелепая история в моей жизни. Мы приехали в Казахстан, и был в Астану. Она очень красивая, центр в Астане, где вот эти все здания было. А мы колхозники, ну, понимаешь, мы прямо из провинции, но я точно. И я приехал в эту гостиницу, такой, вау, как все красиво. Я говорю, как на фотографиях, фильмах, здорово. То есть это первая заграница твоя? Да, да, это был первый такой заграничный, скажем так, мой полет в качестве гастроли. Ну, вообще. Нам еще сказали, ничем все не отказывайте, мы все оплачиваем, мы там впустили в гостиницу, и красную икру мы съели. И какой-то вискарь дорогой там ребята заказали. И в итоге я захожу просто в гостиницу, думаю, боже, какое потрясающее постельное белье. Мне нужно такое же. Почему я не подумал, что можно там, не знаю, как на свой старый телефон сфотографировать. Я шел просто вот так кусочек этого белья. Я приехал в Астрахань, в магазин, и говорю, мне вот такое надо продавить. Такое, смотрю, кусок отрезанный. Ну, это сатинное. Я говорю, вот мне вот это надо. Я так купил себе постельное белье, благодаря первым гастролям в Казахстане, в Истане. Ну вот, это были первые гастроли, а дальше, когда мы попали в высшую лигу, и бомбанулись с песней про мэра. Мэр-то мы зяки, у нас один. Никогда не меняется. Так дорожим мы им. У нас прям покатилась череда выступлений. И корпоративных, и общегородских. Нас звали командой постоянно. И, собственно, на этом мы существовали. Ну и плюс, я, собственно, тогда, да я, в принципе, и до этого вел мероприятия. Какие-то там свадебки, какие-то студенческие мероприятия. И после этого их стало гораздо больше. Ну а вот какой твой первый гонорар был, как участник АКВН? Я сейчас не вспомню. Ну, мне кажется, ну, наверное, 1015 или 20. Ну это как, получается, вам давали гонорар, и вы пополам все делили? Да, да, да. По частям, на всех там 10 человек или сколько? Да, мы на всех пор наделили. Ну, наверное, по-моему, 1020 первый гонорар был за КВН-ское выступление. Что ты купила? Вот это белье постельное? Просто просадился на белье. Слушай, я не помню, но я уже был тогда студентом, в принципе, я и когда, до попадания в команду КВН, я же в Астрахани не только учился, но и работал, поэтому, в принципе, я обеспечивал себя сам. Поэтому сказать, что это мой первый гонорар, когда потом пошел в машину потратить. Нет, вот это все равно, это важно, что это твой первый гонорар, как участник КВН-квенщики. Обычно они же не зарабатывают, ну как, они вот только если гастролируют или что-то еще, потому что сам конкурсом ничего не платят. Более того, ты сам еще туда приносишь. Приносишь за проживание, за реквизиты. Да, понятно, да, за реквизиты, за все. То есть ты, чтобы там участвовать, ты как бы должен все равно вкладывать туда, да, хоть копейку. Тут, получается, вы уже начали даже что-то зарабатывать, поэтому интересно. Часто я вообще не помню, на что я потратил эти деньги. Ну, даже тебе не скажу. Если бы это была какая-то действительно весомая покупка, которую бы я запомнил, я бы, наверное, сообщил. Вообще интересная такая бизнес-модель. То есть даже Нурлан Сабуров где-то пошутил на эту тему. Чтобы просто рассмешить людей, просто рассмешить людей, тебе надо заплатить. Как ты к этому относишься? Мне об этом сейчас сложно сказать, потому что все в этом мире очень быстро меняется, трансформируется, но КВН остается такой школой, которая проходит много творческих людей, даже если они не попадают в телевизионную историю. Это такая закалка, это такой опыт, который ты не получишь нигде и никогда, если не будешь этим заниматься. И поэтому я к КВН отношусь только с большой благодарностью, потому что я очень много оттуда подчеркнул, где бы я не подчеркнул ни в одном университете театральном, музыкальном. Да, можно долго говорить, что КВН – это самодеятельность, но я счастлив, что я стал частью этой самодеятельности и получил такую практику, потому что я знаю много артистов, которые закончили там консерватории, там ГИТИС какой-то, да, но они не получили такой практики, которая была у меня. А нет ничего лучше практики твоей профессии. Ты можешь сколько угодно слушать теорию, но пока ты ее не пройдешь на деле, ничего путного из этого не выйдет. Да, возможно, КВН немножко другого формата, здесь другой подход, но он существовал так всегда. Сейчас, кстати, насколько я знаю, уже трансформируется эта история, а сейчас, насколько я знаю, команда помогает там и расселяться, и на проживание, и есть какие-то истории, которые покрывают там реквизитные затраты. То есть сейчас немножко все видоизменяется, поэтому не так все печально. Почему в Камазяках не было ни одной женщины? Почему у вас в коллективе были одни мужчины? Когда-то, до попадания в телевизионный эфир и до того, когда ребята уже попадали в такие большие лиги, была девушка в команде, но они были научены опытом, потому что девушки все-таки вносят некую дезорганизацию. О, интересно. Ну, там ног сломался, там, ой, у меня прическа, я там не успеваю там что-то сделать, да, там опаздывает, чемодан долго собирает. Поэтому, чтобы вот этих вещей не возникало, в мужском коллективе проще. Нам даже можно не умываться, встали и пошли репетировать. Все, нам не нужно прихорашиваться, еще какие-то вещи создавать. Для девочки это важно, потому что у коллектива выглядит красиво. Ну, подожди, но есть какие-то девушки, типа Оля Картунковой, которая, я не думаю, что жаловалась на Камлук или на что-то еще? Нет, там много девочек в этом было в коллективе. Там, в принципе, уже такая создавалась аура. Нет, мы просто изначально приняли решение, что у нас будет чисто мужской коллектив, и чтобы не было никаких торможений. То есть женщины тормозили процессом? Тормозили, и плюс еще как-то так сложилось, я не знаю почему, у нас всегда были ночные репетиции. Вот всегда. Мы репетировали до пяти, до шести утра, потом засыпали там на 4-5 часов, опять вставали, писали там материалы, репетировали, репетировали. В этом процессе существовать, ну, девушкам, очень сложно. Если у нас есть какая-то цель, мы там, мы готовы там рвать, метать, мне кажется, с женской половиной человечества было бы некомфортно. Ну, я думаю, что есть такие женщины, которые могут... Отбитые, как мы. В таком режиме нет. Просто те, у кого есть какая-то большая мечта, цель, которые тоже живут этим. Ну, вот не срослось. Такое мы как бы не нашли. Вы просто не встретили. У вас не было такой цели. Да, наверное, мы такую прекрасную даму не встретили. У нас был директор команды Ирина Илюхина. Вот она, конечно, была просто движок. То, что когда она приезжала на игры, она могла найти все, что угодно. Ирина, нам нужен костюм кутикулы. Что? Хорошо, будет. Все, Ирина там и ищет, где это все будет происходить. И как это достать? А как ты вообще к женскому юмору относишься? Прекрасно. Кстати, мне очень нравились женские проекты, которые были на известных всем телеканалах. С удовольствием смотрел. Абсолютно адекватно отношусь. Тем более, сейчас есть женский стендап. Хочешь мужской, смотри, хочешь женский. И у них просто разные темы они затрагивают. И с разных сторон можно посмотреть, что смешно, что не смешно. Кто тебе нравится из девочек-юмористов, комиков? Ой, я прям не могу сказать, что прям так глобально слежу. Я нахожу какие-то выступления. Мне очень нравится Вика Складчикова. Она очень энергична, она быстро разговаривает. У нее быстрая реакция, мне что в ней очень нравится. Она очень, скажем так, мощно подает материал. Она, кстати, в комизиаке бы вписалась, нет? Возможно. Кстати, к сдате, да, почему бы нет. Но вот тогда ее не оказалось там. Ира Мехкова, Юлия Ахмедова. Есть девушки, которых я как бы смотрю, уже женский стендап, но я, к сожалению, не знаю, как их зовут. Вот раньше, мне кажется, КВН все-таки был кузницей кадров. Это был такой единственный басштабный, мощный юмористический проект, который действительно поставлял, скажем так, кадры на другие телеканалы, на другие шоу. А, и сценаристов, и актеров, и все остальное. И звукорежиссер, и монтажер. Потому что сколько же этих видеоконкурсов, это тоже, да, команда КВН сами сидят там, монтируют, цветокоррекцию подбирают, там музыку подбирают. Потом эти же люди идут работать на какой-нибудь канал, где они монтируют передачи вот этих главных шоу страны. Поэтому КВН действительно это прям такая фабрика звезд. А что вот изменилось? Почему сейчас этого нет? Чуть-чуть их популярность стала меньше. Как я уже сказал, потому что появилось много альтернативных юмористических проектов, куда можно пойти себя проявить. Можно, во-первых, создать свой YouTube-канал и завести свое шоу. Можно пойти в стендап, можно пойти там в Comedy Battle, ну, на других каналах тоже, там, СТС, на ТНТ, то есть на Первом канале. Везде есть какие-то юмористические проекты, где ты можешь пойти, независимо от команды, независимо от огромного количества людей, сам проявить себя. И за счет того, что появилась просто интеграция невероятного количества шоу, КВН чуть-чуть стал менее популярным. А раньше это был такой пласт, который все ждали, все смотрели. Но, тем не менее, для меня КВН все равно остается одной из немногих юмористических передач, где все-таки остается тот острый и интеллектуальный юмор. То есть КВН, понятно, что видоизменяется, очень много проходит каких-то изменений, но я искренне рад, что там все-таки остается интеллектуальная составляющая, то есть пока нет истории, когда уходят в жесткий какой-то животный, вот этот злой сарказм и даже немножечко пошловатости. То есть КВН балансирует. Это классно. Мне кажется, потому что, да, все-таки ты это по первому каналу смотришь, там показывают это, поэтому тебе нужно действительно вот через эту цензуру пройти и придумать, как так пошутить, чтобы это пошло в эфир. Да, и эту программу не стыдно смотреть и взрослым, и детям. И детям, да. А вот сейчас вот некоторые другие эфирские проекты, они немножко по другой заточены, по другой аудитории, ее там, допустим, с детьми уже не посмотришь. Александр Мастыков, бессменный ведущий, буквально вот в феврале заболел ковидом, и из-за этого он нашел себе замену, и вместо него провел КВН на Гиев, а следом сказали, что будет вести Хрусталев, как я знаю. Да, по-моему, да. Хрусталев, там Валдис Пельш. Да, Валдис Пельш и Хрусталев, все правильно. А вот как ты думаешь, почему не его сын? Мне кажется, это к его сыну вопрос, а не ко мне. Ну, как бы, какие у тебя могут быть мысли и предположения? Вы знакомы вообще с сыном? Да, конечно, с Александровичем мы знакомы, но у вас, поскольку Александрович является генеральным директором компании ТТО АМИК, если не ошибаюсь, так расшифровываю, аббревиатура звучит. Наверное, у него много других дел, которому действительно нужно заниматься, чтобы содержать такую машину-махину, ей нужно управлять, и, наверное, ему либо не интересно находиться в кадре и вести эту передачу, либо у него реально нет на это времени. Ну, как бы, у меня тут два объяснения. Конечно, лучше всего ответит он, но мне кажется, только здесь два критерия могут существовать. А как ты думаешь, кто на место Александра Васильевича придет? Мне сложно сказать, но кто максимально лаконично впишется в эту историю, будет в ней органически существовать, мне кажется, это может сделать любой. Ты бы хотел? Вести КВН? Я даже никогда не задумывался об этом. Ну, почему в твоей карте желаний? Не было. Не было? Я хотел в жюри КВН посидеть. Хотя бы раз. Там это есть. Да, там это есть. В жюри КВН посидеть. Вести КВН? Не знаю, честно. Я пока не задумывался над этим. Но если предложу, то почему нет? Ну, я говорю, его было в жизни моей так много, что поэтому, наверное, ярого желания вести КВН, оно, наверное, вот так вот остро не возникало. Проект Игра. Ты знаешь, что это за проект, но ты там не участвовал. Тебя не пригласили туда? Меня пригласили, мы обсуждали, я говорю, я не пошел туда участвовать, потому что у нас не срастались съемочные графики. Они шли параллельно вместе с сезоном маски. И поэтому у нас не получилось с ними зайти в этот проект, хотя у нас была договоренность, что я буду участвовать в одной из съемок, но там все остановилось. Да. Как показывает время, что может быть и неплохо, что ты туда не пошел. Да. Говорят, что одна из причин, по которой этот проект остановился, это потому что Александру Васильевичу не очень понравилось, что похожий проект на КВН, ну, точнее, под копирку сделанный проект, появился на альтернативном канале. Правда ли это? Как ты думаешь? Ну, по слухам, да. По слухам, да. То, что писали СМИ, но я очень скептически. Я отношусь к СМИ, особенно после своих публикаций, когда пишут обо мне, я теперь не верю ничему, потому что переврать можно все, что угодно. Наверное, все-таки это вопрос больше к продюсерам программы, что они между собой не договорились, не поделили, или как-то этот формат между собой они не разрешили в каком-то компромиссе. Возможно, это да. Возможно, из-за того, что это схожий формат, и они как-то друг друга не поставили в известность. Возможно. Но если бы я был внутри этого процесса, я бы, конечно, ответил на этот вопрос. А правда ли это неправда? Может быть, правда. Может быть, неправда. Ну, просто сразу после этого запустился проект Суперлига, который ты, собственно, вел и ведешь. Он будет еще продолжаться? Я не знаю. Ну, то есть пока разговоров про это не было, потому что сейчас, опять же, повторюсь, очень много в планах проектов, и они выбирают, какой проект они поставят в следующий слот телевизионного сезона. Я в этот проект тоже случайно залетел, это было просто за два дня. Потому что там был другой ведущий, изначально планировался. Это не секрет, это известная информация. Инсайдерских вещей не говорю, внутренних. Мне позвонили, сказали, Слав, у нас тут ведущий отменился. Выручай. А что за ведущий был? Губерниев Дмитрий. У него какая-то накладка была. Выручай. Я, естественно, позвонил Тимуру Леонидовичу. Мы долго разговаривали на эту всю историю. Но потом, насколько я знаю, они между собой договорились. Собственно, там Александр Васильевич договорился с Тимуром Леонидовичем. Все хорошо. Все дают добро. Да, нужно сказать зрителю, что Суперлига – это проект Александра Васильевича. На СТС. Да, на СТС. То есть это аналог КВН, но на СТС. На СТС, да. Где команды-выпускники высшей лиги могут принимать участие в этом проекте. Да и, в принципе, любая команда, которая классная, она может даже не пройти высшую лигу, а вообще просто создать заново, заявиться с классным материалом. Да, они между собой этот вопрос решили, вот связались со мной, все хорошо, иди, веди. И я, собственно, пошел выручать людей, как у меня миссия, наверное, спасать. Какие-то трудные ситуации, я всегда в них попадаю. А так, в целом, как бы проект может существовать, его просто чуть-чуть некоторые вещи докорректировать, доделать, и он может иметь хорошее будущее, хорошее существование. Если вернуться к проекту «Игра», я не знаю, видела ли ты эпизод с участием Дениса Дорохова. Засос? Где он, да, поцеловался впервые. Ну, я, честно говоря, была удивлена, что это пустили в эфир, потому что я думала, Не думала я, что буду обсуждать засос Дорохова. Да, но как бы, как есть. Какая у тебя была реакция? Ну, конечно же, шок, конечно же, удивление. Не, он просто много чего за свою карьеру делал и переодевался в женщину неоднократно, и как-то он всегда такой очень рисковый, что ли. У него, понимаете, он настолько талантливый человек в плане актерства, никаких остановок и никаких граней. Вот если ему дают задачу, он ее выполняет. И он это делает абсолютно органично, и ты ему веришь в любой роли, что он в платье, что он без платья, и он везде органичен. И куда его не переоденем, он всегда классно выглядит. Да, конечно, безусловно, это было удивление, шок, что ребята, в принципе, пошли на такой очень неординарный, скажем так, поступок. Безусловно, это провокация. Но я не был удивлен внутри себя где-то, потому что мы команда, которые всегда любили рушить, удивлять и заставлять зрителя врасплох. И у нас не было остановок в голове ради творчества никаких. А тем более, если это допустили собственно продюсеры этого проекта, значит, оно было договорено изначально заранее вызвать такую реакцию. А ты бы согласился? Нет. Почему? Ну, это мне не близко. Как бы я не хочу хайповать на каких-то животных вещах. Вот. На таких вот прям вот. Прям... Это немножко не моя тема. Все-таки у юмора должны быть какие-то границы. Они у кого-то есть, у кого-то нет. У меня есть. У кого-то они отсутствуют полностью. Но границы какие-то должны существовать, безусловно. Но ты считаешь, что вот та сцена, которую они сделали, если бы ты был продюсером, ты бы ее пропустил? Когда находишься в кресле продюсера, у тебя совершенно другие, скажем так, мотивационные вещи срабатывают. Будь я на этом месте, возможно, да. Возможно, да. Почему нет? Я же знаю, какой это вызвал резонанс, какой-то был эффект разорвавшейся... Ну, после этого закрыли проект. ...бомбы. Но его же все-таки возобновляет, значит, не все так плохо. Однажды в России проект, да, ты неоднократно говорил о том, что ты оттуда ушел, потому что просто в какой-то момент понял, что все, ну, как бы тебе уже неинтересно это все делать. Да. У вас произошли какие-то творческие разногласия, но вы при этом в хороших отношениях остались с ребятами. Да. А ребята при этом сняли пародию на... Ну, или там, как они делают маленькую зарисовку на шоу «Маска». Унизительная попытка никому не нужного артиста перезапустить карьеру подошла к концу. Видел ли ты эту зарисовку? Какая у тебя была реакция? Реакция первая, конечно же, неожиданность. Тем более, когда человек, с которым проработали огромное количество лет, там, более 10 лет вместе, делает пародию на тебя. У меня было странно, что он даже, как бы, не сказал об этом, не сообщил и не спросил. Я просто думал, что обычно, как бы, ну, типа, какую-то информацию хотя бы предоставят. Там, не против, там, мы сделаем такую-то шутку на тебя. Ну, не спросили, не спросили, как бы в голову человек не залезет. Это необычно, потому что я на себя пародии никогда в жизни не видел. Конечно, первая реакция классно, но если, если в шоу, где я когда-то принимал участие, делают пародию на шоу, где я сейчас веду, ну, это действительно, тогда я делаю все правильно. Значит, я попал в рейтинговое шоу, оно классное, оно обсуждаемое, и в этом шоу делают на меня пародию. Поэтому в целом я, конечно, порадовался. Конечно, со многими там моментами шутейщик не согласен, потому что там, мне кажется, мне показалось, что в каких-то моментах было больше какой-то злости и агрессии, нежели юмора, но это формат юмора «Однажды в России», я там работал не один год, и я понимаю, в какой концепции они существуют, и какая у них направленность. Поэтому в рамках шоу «Однажды в России» это очень хороший, цельный, классный номер. Тебе не было обидно? Да, слушайте, я настолько больше, чем критикую я сам себя, никто не может меня критиковать. Поэтому я достаточно обладаю самоиронией, а достаточно обладаю критикой, поэтому в целом сказать, что я там обиделся, затаил какую-то злобу, нет, конечно, такого нет. Но то, что состоялось в пароде, большое спасибо. Ты не написала за мату, классно или не классно? Мне кажется, в этой ситуации не я должен был написать. Ну, мне так кажется. Но если он посчитал нужно не писать, значит, хорошо, ничего страшного. Но обиду у меня нет. Мы по-прежнему на телефоне можем друг другу в любой момент написать. Мы, собственно, после этой пародии созванивались по поводу моего участия в проекте «Игра» по видеосвязи. Все обсудили все вопросы, все хорошо. А, но это при этом вы не обсуждали? Нет, вообще не обсуждали. То есть ни с одной, ни с другой стороны? Ну, возможно, они уже долго снимают этот проект, и, возможно, для него это просто превратилось в какое-то уже как работа. Ну, конверт. Да, да. Он не относится, видимо, к этому как к событию, которую мне нужно сообщить. Вот ему принесли сценарий, его нужно отыграть. Вот нужно Славку спародировать. Спародируй Славку. Все. Он отработал как актер, ушел, забыл и, видимо, не придал этому какого-то глобального значения. А для меня-то это впервые, я же порой на себя никогда не смотрел. Вот. То есть для него это обыденное дело, для меня новшество. И, видимо, поэтому у нас немножко разное к этому отношение получилось. То есть я ждал какой-то информации, а, возможно, в его голове даже не было такой мысли, что Славку нужно об этом как-то предупредить. Вот и все. Comedy Club. Почему ты не стал участником? Comedy Club? Да. Каким? В роли кого бы я там был? Не, ну подожди. Резидента. Почему нет? То есть многие же участники КВН впоследствии становились участниками КВН. Ну, у меня как туда не занесла жизнь вообще. Ну, ты не хотел? Даже цель такой не было никогда. Ну, вот Comedy Club тоже говорят уже не тот. Правда, это говорят уже последние 10 лет, но тем не менее... Какой 10, по-моему, сколько, 15 лет уже? Нет, я говорю, последние 10 лет говорят, что они... Comedy Club уже не тот. Да, да, да. Но тем не менее они продолжают выходить, собирать тоже какие-то цифры, их обожают, любят и так далее. Вот ты как считаешь, за эти годы Comedy Club лучше стал или наоборот уже не тот? Мне сложно сравнивать, потому что каждый определенный промежуток времени, этапа, юмор, он разный. Он каждый год разный, он трансформируется и плюс юмор, он получается, рождается по запросу. Спрос рождает предложение. Вот сейчас спрос на, как я уже сказал, животный, злой, сарказмический, немножко даже пошловатый юмор, прям сильно там, скажешь какое-то слово там. Но то, что, грубо говоря, раньше мы в команде шутили между собой в узком кругу, и нам было бы стыдно это выносить на экран, но потому что это не то, чтобы не смешно, да, это смешно, но это не совсем возвышенно, не совсем интеллектуально, мы бы на экран никогда не вынесли. То сейчас это пользуется спросом, большим, при том, что люди прям охотно ждут вот этой всей истории в интернете. Я просто читаю комментарии, вижу реакцию, и я говорю, опять же, то, что для нас 7-8 лет назад было бы постыдно вынести на экран, сейчас это нормально, это воспринимается, ну, значит, такое время, значит, сейчас вот пройдет этот этап, дальше будет что-то лучшее, однозначно. Ну, лучше в плане, опять же, кто что любит. Кто-то любит макароны, кто-то любит брокколи. А ты сам следишь за YouTube-каналами и за какими-то вот проектами в юморе? Там же очень много Label.com выпускает разных каналов, проектов. Вот раньше мы как-то были в закрытом таком пространстве, сейчас каждый может друг друг что-то показать, ну, опять же, это и вина соцсетей, точно, и плюс еще некоторые артисты действительно сами разрушили эту стену, начиная показывать полностью свой быт. Вот они там дома, вот они в туалете, вот они на кухне, вот они там, и они просто стали как прочитанная книга, которая никому не интересная. Ты закрываешь соцсетей, положил на полочку, все, спасибо, я вас прочитал, мне больше не интересно. И за счет этого появилась вседозволенность. А ты вообще ранимый человек, обидчивый? Да, 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 я ранимый. Мне кажется, все творческие люди ранимые. Мы все болеем за свое дело, мы все хотим получить, скажем так, одобрение своей деятельностью, что все прекрасно, все хорошо. Поэтому в целом, мне кажется, нет ни одного творческого человека, даже если он что он кремень, он камень, все ранимые, все обижаются. Но это даже видно по тому же прекрасному проекту ЧБД. Они изображают, что они не обижаются, они изображают, что они не обижаются на эти шутки, что их не задевает. Но я уверен, что их калашматит так после того, как они выходят из этого проекта. И они внутренне все равно держат обиду на тех людей, которых обсуждали. Это самое стрёмное, ужасное, уходить с чувством обиды на кого-то. Как и ты, после пародии на тебя. Нет, а я не обиделся. Если бы я обиделся на это, это было бы неприятно. У меня просто было непонимание, почему мне об этом не сообщили. А обиды у меня никакой не было, получился в целом хороший продукт. Я вообще, в принципе, когда что-то смотрю, мне все кажется обидным, и я каждый раз думаю, боже, почему они так шутят? За некоторых артистов мне реально неловко. Когда я слышу шутки про них, я думаю, боже, что они вот такого плохого жизни сделали? Я не знаю, кредит на вас оформили, или там, не знаю, личную жизнь разрушили. Почему вы позволяете себе такие шутки? Иногда у меня такое ощущение, что некоторые люди, даже не то, что юмористы, а бывают журналисты, обсуждают каких-то артистов, какие-то новости. У меня такое ощущение, что они все собрались жить вечно, как будто они не по земле ходят. Вот, серьезно. Потому что, блин, мы все в этом мире навременно, и вы за такой короткий промежуток времени умудряете столько сделать всего негативного и нагадить? Ну, ребята, ну истина настолько уже проверена годами, на бомеранг он работает. Ты просто не знаешь, в каком ключе он к тебе прилетит. Ты даже не догадаешься, в каком ключе он тебе прилетит, но он прилетит. Поэтому хочется немножко больше добавить во все это доброты. Даже если юмор, то должен быть немножечко более лаконичный, а не настолько прям вот хлесткий по самое не хочу. Слово имеет большую силу, а если ты в это слово еще вкладываешь энергетический посыл, тогда это все воплощается вживую. Это очень сильная вещь. Поэтому, это знаешь, это относительно тому, что ты можешь просто от души по-доброму послать человека на три веселого года. Да пошел ты на! Но если ты это сделаешь со злобой, прямо с таким негативным посылом, то ты можешь человеческую энергетику разрушить так, что он очень сильно от этого пострадает физически, он может чем-то заболеть, у него может разрушиться вообще аура, какая-то. Поэтому слово, сказанное с определенным посылом энергетическим, это страшная вещь. У тебя в конце октября будет первый сольный концерт. Да, у меня 30 октября выйдет, выйдет, я выйду, как минимум на сцену. У меня будет концерт сольный в оранжерее ВДНХ, приходите, всех очень буду ждать, будет много музыки, общения, конечно же, я буду делиться своими мыслями, интерактивных вещей будет много, забавных, смешных, поэтому всех жду. Я из тех артистов, которые между песнями могут очень много говорить. Просто есть артисты, которые реально выходят на сцену, они только поют, то есть вообще не разговаривают между песнями. У меня немножко вот другая история, мне наоборот нужно чем-то поделиться, что-то рассказать и у людей новости какие-то узнать. То есть будет не только концерт, но еще и какой-то интерактив. Да, да, обязательно, обязательно. Волнуешься? Конечно, конечно, это такая встреча, которую я долго ждал и плюс еще был такой большой перерыв, когда мы не контактировали с людьми именно на живых концертах, поэтому, конечно, я за каждый момент буду переживать. Это невозможно. Артист, который не переживает перед встречей со зрителями, это, наверное, уже не артист, как мне кажется. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Друзья, это был фрагмент репетиции, а на концерт приходите 30 октября Оранжерея в ДНХ. Я вас всех очень буду ждать. Попоем, потанцуем, конечно же, посмеемся и классно проведем время. Всех жду. Ты свою личную жизнь держишь в секрете? Никогда ей не рассказываешь ничего? Да нет, она не в секрете. Я также куда-то хожу, встречаюсь в рестораны, кино, кафе. Все как бы в порядке. Просто я не рассказываю это на всеобщее обозрение, на ТВ, в интервью. Я не делаю из этого какое-то инфособытие, которое нужно обсуждать. Ну, это такой мир, в который я хочу прийти, в нем существовать комфортно, чтобы мне было в нем хорошо, чтобы никто не смотрел, никто не заглядывал. У меня и так, в принципе, довольно-таки вся жизнь на виду. То есть, любой поступок, любое действие, любое появление, все это обсуждается, муссируется. Если еще будут обсуждать, там, куда я с кем пошел, там, не знаю, интерьер в моей квартире, зачем? Ты сейчас в отношениях? Нет. Когда ты был последний раз в отношениях? Ну, в прошлом году. Нет, даже это было, наверное, середина 2020 года. 2020 года, вот, но потом закружилась работа. Ну, это какие-то серьезные отношения были? Ну, да. Да, довольно-таки серьезные отношения были. А? Длительные? Длительные, да. Ну, я говорю, опять же, мы люди меняемся, мы все трансформируемся. Я просто ушел в какое-то свое русло, в свое понимание. Ну, ни с кем не ругался. Опять же, я стараюсь со всеми людьми, которые в моей жизни, и в личной, и в рабочей, ни с кем не конфликтовать, не ругаться. Я никогда не буду с грудью, там, из сердца кому-то что-то доказывать. С грудью сердца странного жения. Бить себя в грудь не буду никому ничего доказывать, и мне лучше, проще разойтись. Каждый останется на своей точке зрения, чтобы мне после этой истории расхода с человеком хотя бы было не стыдно поздороваться, чтобы не было вот этой оскароносной актерской игры при встрече, ой, я типа не заметил, шел. Или там вы в самолете сидите в одном ряду, а ты делаешь, что ты человека не заметил. Я вот такие истории не люблю, они прям неприятные. Поэтому мне хочется, как говорится, как сказал один раз, один человек, большой, продюсер один, давайте не будем друг другу гадить, потому что мы все существуем в одном медийном пространстве. Мы все обязательно когда-нибудь, где-нибудь пересечемся. Я таких историй наблюдал отчества, когда люди между собой там так просто рассорились, когда разошлись, этот стал начальником этого, и дальше как такое себе приключение у них началось. Поэтому я стараюсь без конфликта решать какие-то вопросы. Ты хочешь семью создать себя? Да, конечно. Я об этом задумываюсь, однозначно, но просто сейчас на это нет времени. Немножко другой приоритет. Но просто есть мужчины, которые не могут без женщин существовать, то есть им всегда нужна женщина как партнер, которая будет рядом, поддерживать, направлять, встречать дома. Ты не из этих мужчин? Да, наверное, нет, потому что, опять же, самое главное, тебе должно быть интересно самим собой. Когда ты интересна самим собой, и когда тебе никто для этого не нужен, значит, ты самодостаточный человек, и в принципе в твоей жизни не появится человек, однозначно. Когда ты примешь себя, какой ты есть, своими достатками, плюсами, минусами, однозначно появится человек, который разделит с тобой все горести, радости и будет тебя поддерживать. Тебе разбивали сердце? Да. Но это даже было, знаешь, это было, наверное, больше мной накрученная история. То есть я видел в человеке то, что я хотел видеть, а этого не было на самом деле. Я сам себе нарисовал эту картину. Я сам нарисовал себе эти какие-то свои отношения, свои чувства, свою любовь. Жизненные обстоятельства и ситуации доказывали, что чувак, нет, там вообще все по-другому. Ты сам себе все это иллюзорно рисуешь, этого нет. Было больно. Было больно разрушивать свои иллюзии, но это было такое понятие вообще на дальнейшее отношение к человеку. То есть не привязываться, не рисовать каких-то иллюзий, а все должно проверяться в действии. Знаешь, это как у животных, когда мы видим крокодилов. Крокодилы-отцы, они же съедают своих собственных детей, потому что они животные, у них все на инстинктах движется. И видим, как картина мать защищает своих детей, положила себя в пасть детей и защищает их. Но она защищает не потому, что мы думаем, что она их любит, она испытывает какие-то чувства. Это просто гормоны матери, которые заложила природа. Там нет интеллекта и мозга насчет любви и сострадательности. Она это делает, потому что это животные инстинкты. А мы, когда смотрим на эту картину, мы же совершенно другое значение придаем, что мать защищает свое дитя, она его любит, холит, лелеет, а вот отец такой негодяй. И у меня также была история. Я рисовал одну картину, а в итоге обстоятельства рисовали иное. В общем, это разбился чуть-чуть. Но ничего, это был хороший опыт. Для чего-то это дано было. Ты когда-нибудь любил настоящего? Конечно. То есть вот этот случай, это был один из них? Нет, это была ложная любовь. Вот, опять же, повторюсь, это была ложная любовь. Я просто, видимо, хотел человеку все отдать, как-то, видимо, свои заботы окружить. А этого не нужно было. Я думаю, ну, не нужно, значит, не нужно. Какими качествами должна девушка обладать? Что тебе нравится в женщине? Как ты думаешь? Во-первых, это химия. Однозначно. Опять же, все срабатывает на гормональном уровне, на инстинктивном. Вот, однозначно, это чувство юмора, скажем так, большой кругозор, скажем, мировоззрение, самоирония. Вот. Ну и, наверное, независимость. Независимость, потому что человек, неважно, мужчина, женщина, они должны быть независимы, потому что, когда только человек начинает, не знаю, вешаться на шею, говорит, я в тебя не могу, там, и что-то, это вот вроде, это немножко начинает напрягать, и это срабатывает как якорь, якорь, который тебя тянет вниз, а вы, наоборот, должны друг друга, ты независимость субстанция, я независимость субстанция, давай вместе объединиться и будем двигать друг друга вверх. Вот это, наверное, самое главное. Я считаю, что у каждого человека есть какая-то миссия на земле, вот в чем твоя? Слушай, классный вопрос, это вообще такое счастье, когда ты понимаешь вообще свою миссию, и, как же я уже говорил, мы все здесь временные гости, мы пришли ненадолго, вот тело, это наш аватар, в котором мы поселились, и, когда человек определил свою миссию, это настоящее счастье, он занимается любимым делом, его окружают люди, которые ему действительно приятны, и моя миссия, наверное, дарить людям эмоции, дарить радость, возможно, излечивать своими какими-то мыслями, своим творчеством, своим посылом, каких-то эмоциональных вещей, кому-то помогать. Ты знаешь, я когда сомневался вообще, тем ли я занимаюсь, у меня был концерт в городе Астроген, тогда я был вообще никому неизвестный, артист, чисто астраханский товарищ, и я выступал на концерте и пел песню, по-моему, Билана, если не ошибаюсь, кавер, на его какое-то раннее творчество, это у меня был абсолютно рядовой концерт, что-то там, День города, хоп-хоп-хоп, выступил, что-то лирическое спел, и ко мне подошла пара, после концерта, прямо там, за ограждение, говорит, Вячеслав, спасибо вам большое за ваше творчество, я хотел сказать, это не совсем мое творчество, как бы, ну ладно, но я же это творчество прожил, я же его подал, этот материал через себя, всю эту историю, и она мне сказала такие слова, что мы с мужем поругались до сегодняшнего концерта, и мы сейчас боремся с одной болезнью, очень тяжелой, вот мы сидели на вашем, сейчас выступлении стояли, открытая площадка была, и благодаря вашему выступлению, вашему посылу в песню, мы поняли, что мы больше не будем так сильно ругаться, мы все преодолеем, я не могу, сейчас расплачусь, потому что это было настолько искренне и трогательно, мы преодолеем эту болезнь, мы обязательно справимся, и у нас все получится, и в тот момент я понял, что, наверное, я не зря занимаюсь тем делом, которое я занимаюсь, и если я действительно вызываю людей такие эмоции, значит, верной дорогой иду, вот мне кажется, наверное, в эту мою миссию на данный момент, не знаю, что будет дальше, возможно, будет что-то другое, но я себя вижу в дальнейшем, что после того, когда я реализуюсь сам, я очень хочу раскрывать новые таланты и других людей, то есть помогать им двигаться дальше и идти какой-то своей дороги. Ты вот говоришь, что когда я достигну, несколько раз это прозвучало, то есть ты считаешь, что ты пока еще не на вершине своего успеха и своих возможностей? Совершенно нет, я не кажется, ну на данный момент нет, для меня это еще не финальная точка, к которой бы я хотел прийти. А где ты сейчас? На середине, где-то на середине. То есть на полпути? Да. Чего ты боишься? Да ничего не боюсь, у меня нет никаких страхов, для меня самое главное, чтобы мои близкие были здоровы, были счастливы и ни в чем не нуждались, вот это самое главное для меня, потому что когда твое окружение ни в чем не нуждается, но счастливо и здорово, ты можешь реализовывать все, что ты хочешь, двигаться в любом направлении, тебя ничто не отвлекает, тебя не только выгружает, вот это, наверное, самое главное в жизни, а страхов, ну, со страхом нужно просто мириться и идти дальше. Если можно было бы изменить одно событие из прошлого, что бы это было? Наверное, то, чтобы мой отец, работая на заводе, не кинулся бы от... вернее, короче, такая история была, в общем, он... Там взорвался баллон, что-то произошло, и он пошел в эту... область, и что-то начал этот баллон оттаскивать, и нахапался вот этого всего газа. И если бы в течение там недели он сказал, что это произошло, это все можно было промыть, и заболевание, к которому все пришло, его бы не было. Я бы вот этот момент исправил. Сегодня снимать я не могу. Это единственный момент, который бы я, правда, очень хотел бы исправить. Что такое любовь? Любовь? Любовь, когда ты отдаешь и не требуешь ничего взамен. Это абсолютная любовь, когда ты делаешь искренне, тебя никто не заставляет к этому, никто не принуждает, а ты просто любишь человека за то, какой он есть и за то, что он есть в твоей жизни и абсолютно не требуя взамен. Любовь, она же безвозмездная. Что бы ты сказала о маленьком условии? Поменьше перфекционизма. Вообще не бойся, не стесняйся и делай, делай, делай и никогда не останавливайся. Спасибо. Фейн-так, 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 ау! Продолжение следует...